юбилейные 50 часть трансляции по xcom господи и это новая серия это вот новый заход попытки пройти лангор основной челлендж напомню завален 80 с лишним тысяч коту под хвост вот активен сейчас только один челлендж который называется последний шанс который тоже умудрился сбросить мискликом в на прошлой трансляции отменяя другой короче намазал на прошлом стриме просто колоссально хорошо чтоб самой игре у меня таких фейлов не было по крайней мере за вчера удалось сделать многое мы штурманули еще разок базу мы с вами выполнили скриптовую миссию фурии это финальная миссия анетки получили 3 оперативников псиоников получили ну там не такое большое количество ресурсов получили еще где-то трех или четырех капралов 2 обменяли на живого мутона одного еще на кого-то в общем народу у нас много 65 человек я бы исключил абсолютных нубасов потому что не хочется мне вообще их брать тем более но есть нормальные люди которых нужно брать на подкачку ситуация какая исследовательский отдел халтурит потому что нас просто нет или я бы конечно доделал источники энергии для того чтобы выйти соответственно в новый тир оружия но последний тир брони но и лире я повторюсь нет можно попробовать отменить скажем 10 лире мне не поможет а нет поможет если марксманскую винтовку отменим то мы сможем вернуться к следам да давайте марксманскую винтовку все таки все таки отменю и так сомневался но что простаивает у нас исследовательская до заказываем и лире это и лире вы генератор это гауссовская и пульсовое оружие это у нас броня типа там титана и прочее 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 но ни хрена нет просто ни хрена лаборатории генетики один очень жирный пехотинец сидит и там прям в него было угроха на 80 90 мэлда фотос по этому поводу ну все пора в мэков на мэл тратить нельзя пошепши нельзя да 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 а по постройке сооружения делаем тепловой генератор запас по энергии есть я планирую вот вместо этих двух генераторов уже бахать мастерскую и сообщает . . запятая в общем изолятор не снести школу офицеров тоже ремонтный литейные нужны и мастерская с так хреновый спутниковый пока она узел заменить не могу поэтому делаем обычный спутниковый и вряд ли я здесь могу что-то сделать по крайней мере надо мастерскую сносить там что-то перестраивать вот а за счет или его генератора и за счет 2 теплового я смогу постепенно избавиться от вот этих вот генераторов плюс лаборатории не настолько нужны потому что сейчас уже ситуация когда у тебя 88 инжей исследование не так много они постепенно подходят к концу а вот стоимость предметов она конечно серьезно поэтому я планирую эти лаборатории вот 2 снести вместо генераторов сначала делаем мастерскую мастерскую потом достраиваем 3 4 лаба по спутниковым модулю 12 дней до спутникового модуля в производстве у нас один спутник есть кажется еще один да и запущен уже в бразилию собственно мы должны штурмануть как минимум одну базу в этом месяце для того чтобы получить бонус от региона аргентина бразилии по деньгам и экономию по по деньгам за счет снижения затрат на на сооружение дающих электроэнергию как здесь записано плюс мы получим еще две единицы точности если будем использовать медиков подполковников один из них у нас есть у него фатик правда шесть дней и моем короче кто-то там проходит пси анька проходит все четыре дня у нее следующий уровень будет как сбить дестройер шестью кораблями в мае это скорее всего не нужно тебе рисковать если у тебя сейвов нет то лучше в мае не летать не дистров проще закупить спутник за 200 чем рисковать пропуском серии миссии после того как прилетит дестройер потом к тебе прилетает какой-нибудь там рейдер разведчик истребители все и до свидания и ты сидишь с этими шестью кораблями пробитыми в литейном цеху у нас делается охранный дрон это позволит нам танчиком пиу-пиу делать мастер ближнего боя очень классная тема особенно контактных картах чтобы контролировать перемещение тех же самых милишных мутонов или кресолидов на терроре чтобы он как штурмовик у нас работал заказали универсальный ключ это 2 универсальный теоретически можем штурмануть вторую базу в этом месяце кумулятивные боеприпасы заказал для того чтобы для двух танков был бонус по стрельбе ну по этим механизируемым целям стабилизация прицела и улучшена трильной системы для второго овервотча стабилизация это over это двойной овер потому что танчик у меня очень редко сопрессит я решил моды новые взять для того чтобы попробовать танчик уже с ну по-другому использовать по оперативникам повторюсь прошлый раз во первых мемориал у нас опять разведчик 4 процентный ушедший в самом начале игры и разведчик которого я потерял на лоловой миссии экзальта просто потому что поторопился очень сильно это был зонер и он к сожалению умер в остальном все более-менее ровно количество раненых у нас постепенно сокращается этому будет способствовать далее надеюсь я вот этому будет способствовать далее передовая хирургия на котором мы в бухали 450 голды и 12 операционных и 12 ну короче камер пришельцев вот по-прежнему есть топовые люди которые отдыхают еще месяц это два пехотинца причем один из них генномодифицированный правда генномодифицирован только по одному признаку чтобы они за это сами не захватили ну вот топовый инж 3 700 это кажется лучший инженер который схватил просто от изгоя в попытках захватить его у него там уже предпоследнее звание тем не менее словил вот что по ближайшим миссиям кажется экзальт у нас ближайшие миссии до секретной операции через два дня охранный дрон будет перевод что там по запросам я не пропустил мне запросов текущих нет то есть у нас сейчас середина с вами октября и я хотел бы первых у нас не было миссии совета скорее всего будет террор потому что у них порядка 9 90 ресурсов и я хочу им отдать в этом месяце одну страну для того чтобы они потратили 50 резов не знаю что это будет за страна скорее всего это будет россия аргентина или мексика по крайней мере по уровне террора вот и в идеале отбить эту страну просто в идеале еще отбить эту страну посмотрим как получится так два дня до два дня у меня тут не топовый состав на самом деле медик не топовый это вернется через два дня его как раз можно подкачать смотрите 3k будет он еще подполковником станет следующий под полкан очень решает я им там беру плюс 2 меткости за каждый бонус от регионы сейчас вот если мы спасем страну мне будет не 6 а 8 точности всем кто с медиком вместе пойдет в атаку поэтому раскидали звание качаем медиков а где экзальт экзальт у нас только что был по экзальт у активность на секретной операции короче штурмовик уже на следующий по секретным операциям ситуация следующем это был скан за 50 будем сканить в этом месяце может быть даже дважды если успеем здесь одной страны не хватает соответственно здесь 7 здесь 4 11 и 16 но из 15 то есть нам нужно выполнить где-то еще четыре миссии 5 миссии и тогда можно штурмовать базу экзальт террора нет если только у них в начале месяца меньше 50 ресурсов да да но это хорошо мне нужен террор по кораблям кстати что-то не обратил внимание лазерная 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 я в южный специально перевел побольше самолетов потому что спутник там скоро будет висеть и соответственно будет активность 0 а я не факт что сразу полечу на эту так а когда второй ключ будет готов четыре дня 4 выход спутника еще сначала нужно секретку слетать потом уже смотреть охранный дрон готов эта штука помогает она две задачи решает как я уже говорил на дает мастер ближнего боя а также дает автопочинку то есть по 2 хита восстанавливается заход насколько я помню на проекта в литейном цеху к сожалению нет ресурсов есть механизированный блок защиты хорошая тема то она даст пару модов классных для танчикам например избегание крита и увеличение количества хп если уж у нас там парочка танков есть и сплавов я правда потрачу сплавы потому что стоит ли идти на экзаль перед базой да там есть модуль который нужен на как говорит блин потас мы делаем делаем если есть ли теке что-нибудь что может помочь база дефт нет все некий успех кстати так я хотел бы еще снайпов делать псиониками потихонечку потому что там уже появляется мира в нейроприцел который 1212 дает который взамен обычного прицела заходит очень хорошо то есть 44 добавляется на поэтому но им сами способности пси хотя нет реген биополе если снайпов сзади например убьют то они могут истекать кровью пока 2 короче секретная операция друзей экзальт с каждым разом становится все опаснее крупное городское здание одно большое сооружение непростой задачей так сейчас посмотрим что это за карты это кажется опять у нас не крупное городское кардат рекавери да это одна из четырех опять вот этот орган латч строкче прошлый раз была заправка и там я получил как раз им джон кажется 22 процента от пуличи они жесткие стали уже всем гады так ладно у нас есть 48 часов двое суток соответственно надо посмотреть кого мы можем дождаться медика надо ждать сутки точно вот этого товарища скорее всего пару снайпов возьму причем один зонер пара пехотинцев рокет инж сто процентов а инжата я не вижу у тебя кроме вот нубасов этих все тренировка 5 часов выйдет хорошей инж остальные тренинджа просто ранение внутри шесть дней вот эти вот быстро вернуться надо дожидаться надо дождаться как минимум я бы с дабл тэпом взял бы снайпа на опасные миссии понимаете опасные так что по топовым пехотинцам есть генномодифицированные уже 24 часа у этого кажется нормальные моды до 3 моды уже есть а игра тихо мы не слышим а да я после паши извините пожалуйста сейчас будет погромче короче мне здесь нужно 23 пехотинцам желательно часовых один есть и ориентировочно вот этого товарища часовой еще до ночи часовой от река пехоту мне нет да не тоже ранение на получали просто ну либо джанг брать но джанг не часовой он у нас типа критовый с профессиональный стрелок он у нас с регенерирующим полем плюс волк одиночком его в принципе можно поставить там как да сейчас жесткий миссии взял ты уже так а пулеч у нас со стабильностью есть есть поле что да и вернуться еще это вернется кучу ладно в любом случае ждем вот этого медика стон от него будем отталкиваться сим сержант инженер а я инженеров еще хотел в этих в психов для того чтобы закидывали они флешки новые гранатки там же новые у нас флешки с повышенным рейнджом очень помогают так можно попробовать снайпа отправить опять же для для нейро хреним низко маленький разведчик с одной стороны маршрутка на этом разведе она не такая опасная то есть если будет то может быть даже надо пусть садиться ради лирия ради сплавов но мне придется тогда думать каких кого отправлять на экзальт то есть я его могу сбить для того чтобы брать шансы на маршрутку привет кефирчик zzz мне давайте лучше собьем я не хочу сейчас рисковать попробуем по крайней мере сбить просто если там маршрутка мне нужно по крайней мере там топ-2 топ-300 а он успеет искали потому что далеко слишком лететь ну вот на тебе пожалуйста ладно поехали редко средняя растительность просто если это маршрутка туда же 20 тел которые будут напрыгивать на меня это не очень приятно поэтому я наверно топ-2 состав возьму грешка грач у нас естественно отдыхает ракет второго потопа востим берем снайпы хорошо заходить здесь будут единственное что я не вижу снайпов с выборочным блин прицеливанием на 5 1800 1600 недокачанные людям страдающие от тут 224 часа окей берем значит этого снайпа вот кстати ему не уролинк можно было бы уже запилить на какие деньги правда только как он там называется все экран хитина усиленный ментальный нейроприцел 8 лере нужно 57 бакс и один прицел то есть это грейдит в полтора раза более эффективным сделать прицел прицел 8 8 не уролинк это 1212 ну ладно с как-нибудь хочу берем топового снайпа ну не самого но нормальную берем нормального пехотинца все-таки джанга потому что на ту миссию нас пойдет вот это вот с часовым и второй который генномодифицированный хороший можно на самом деле взять аркашу как раз он это тот самый случай когда вот за счет него можно вытащить если что сложную миссию тем более у него ремонтные сервомотор и появились он и как мастер ближнего боя может контролить ситуацию и может держать удар к сожалению у меня столько нубасы инжи то есть они не не смогут его чинить дугометом эффективно да без инженеров конечно тяжело я могу конечно вот этого инжа взять и тогда без инженера пойду на экзальт это очень плохо ой слон слон привет нас появилась еще кстати гида три штучки но учитывая то что элери мы сделаем где-то через шесть дней и потом откроется уже последний тир брони этом посмотрел в ой простите я посмотрел там в уфопедии титановская броня выглядит гораздо более выгодной во первых потому что она сейчас она дает 05 damage reduction и она нетипично много дает хп потому что все предыдущие грейдится плюс 2 то есть выберет выберете фалангу это троечка берете карапаса это пятерочка берете аэгис это семерочка то дает 12 то есть там колоссальное продвижение по броне да там нет маневренности то есть никакой мобильности вообще нет но некоторым товарищем особо мобильность не нужна то есть ты как бы твоя задача встать вот пулеметчика идеальный или пехотинца идеально в это одеть просто ты стоишь берешь тяжелый пулемет трата татата татата у тебя там дэмэдж редакшн от full cover у тебя дэмэдж редакшн от обилку тебя дэмэдж редакшн от от брони и кажется там есть дэмэдж контрол у нее блин сейчас бы найти еще equipment это да как называется equipment так сейчас чаще сейчас combat weapons equipment нет армор конечно же ну вот у нас есть фаланга 2 плюс 3 у нас есть карапасы 1 плюс 5 у нас есть аэгис 2 плюс 7 и собственно цитарный армор 12 просто 12 до дэмэдж контрол и 05 дэмэдж редакшн еще там мой огонь не действует и удушение и прочее и главная разница по стоимости но x2 реально то есть мне в любом случае где-то через полмесяца надо будет заказывать первый титан поэтому я не хочу сейчас одевать как это было с карапасами значительную часть сотрудников в титан только ключевых тех которых реально очень жалко то есть это медик которому критично в случае чего пережить один выстрел это естественно пулеметчик на которого чаще всего агрится из потому что он сопресит и ну из-за этого приоритет по нему выше значительно получается именно поэтому мы выдаем и имплант респиратор потому что часто стреляет по нему так здесь у нас а у еще как костюм большие есть у снайперской винтовка гауссом не хватает еще пси-граната есть можно выдать но это только инженеру дальше панцирный бронекостюм гауссов sky водоем Нормальный тут уже такой тир, приятный Так, у Джанга у нас как раз и гида Автомат Имплант Не забываем, что он волк-одиночка Его надо как-то выводить вперед Аркаша у нас вместе с Джангом будет Кого не хватает? Ну, Инжа не хватает, на самом деле Но, повторюсь, я его не могу брать с собой Ту подругу я качать не могу, она сейчас в псилабе находится Можно взять разведчика Я тут взял Инвизного на новую прокачку И взял еще Зонера Но если маршрутка, то Зонер-то может помочь? А вот Инвизный вообще никак не поможет Но на маленькой маршрутке, на маленькой маршрутке У нас там до 20, кажется, человек всего лишь Какой мэпс, что ты несешь? Тебе нужны UFOs Севший скаут Да, 2023, если ловушка Как придумали именно Танчиком? Они традиционные, Валера и Ракаша То есть, Валера, настало твое время Аркадий, это, ну, собственно, понятно Понятно, что никакого здесь захвата не будет Не, я взял Нубас Инженера, потому что они реально хороши Они же психи, в любом случае нужно качать Ну, плюс у них там 10 дефа, здравствуйте, регенерирующие биополе Они Может даже двоих Они для краудконтроля помогут Еще химку дать Одному А, у них саппорт гранаджи нет Блин, такие же бы не очень Ну, так, кстати, попроще будет То есть, датчик движения у нас есть Может быть, даже один светошум я выдам Ну, на случай, если там как раз жесть пойдет С этим, с С мутонами на респе или с крысами Это же может быть засада, в конце концов Пси граната Усиленная на сплавом телекинетически заряженность Шумовая действующая с энергии с пси-способностью Вражеские бойцы в зоне взрыва Штраф к метке с мобильностью На следующий ход попадания Отменять бутонность Это стандартные темы Кажется, единственное, что ее отличает от грянки Это Это рейндж Радиус, точнее, поражение Привет, мастер Пепка Ладно, снайпер у нас есть Рокет, пулеметчик, медик, пехотинец, овервочин Ты? Не совсем овервочин Нормальный Аркаша есть Поехали, друзья Никого не захватываем Просто ровно пытаемся пройти эту миссию Ради ресурсов, которых опять нет Несмотря на то, что четыре базы Вы уже штурманули И после каждой базы Нам по 100-130 лерия выдавали Со сплавами Это глухой безлюдный район Корабль нужно захватить Всех лунатиков уничтожить Страховочную, да, поздно Надо было, конечно, надавать Но у меня медик Я стараюсь сегодня подставлять И у него Айгис Армор Так, ну Место я это узнаю Естественно Вас понял, рейнджер Десятка защиты вокруг Хорошая тема Подходите к объекту Осторожно Вижу пак справа Ухожу Слева, точнее Ухожу вправо Ну, традиционно занимаем Вот эту хрень Для начала Все, не видим пака Отлично Пехотинцы я бы оставил Деньте в авангарде Прям вот Прям вот в авангарде В авангарде Чтобы работал Одинокий волк Но кажется Пока нет такой опции Уходим раз Уходим два Снайпа пока так Тут я сильно должен От него отходить И подставлять Соответственно Людей, которые Наверху В общем Нереально Слушаем Кибердиск Справа шаги Надо пулечи отвезти сюда Мехтоид О, ебать И мутоны Опа Это маршрутка Ведь Ну, это похоже на маршрутку Что я уже минимум 4 пака Насчитал А учитывая размер паков Это не типично Для приземлившейся Да, на приземлившейся На приземлившейся Скауте 7-9 человек Размер пака Сейчас 5-6 А я слышал 4 пака Я слышал Кибердиск Я слышал Мехтоида Я слышал Мутонов Я слышал Сиктоидов Направляюсь на точку 6 зарядов Видите сервомотор Не, надо сюда уходить Полючим, потому что он фангуется И рокетом, скорее всего, тоже сюда выходить Возможно, в перспективе на эту точку Медикам Кстати, может быть, имеет смысл этого товарища Инжа подвести поближе Чтобы просто работать На ключевых наших Андердарк поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает Добрый вечер Добрый вечер Михаил Ваши бобрейшества Величайший бобрач Амандер Здравствуй Как ты? Как настроение? Мест нет Как всегда П.С по сынам в чатике Привет Я щас прям насторожился Да потому что и ход долгий Это явно необычное Это явно маршрутка, короче Врубаю датчики Вижу пак прямо передо мной И... Почему-то жопа Сейчас начинается ад Друзья Моя задача Очень быстро убивать Подходящих Очень быстро Мы не торопимся Мы не торопимся Подходите к церавлюсь Я на месте И муха не пролетит Облизно Тихо Там что-то есть Да Очень много сигналов Что это Что это маршрутка Очень много Ну, слушаем Кибердиск Сектоиды Которые точно Не в его паке Мехтоид Возможно Месть с сектоидами Но они звучат по-разному И... И мутоны Четыре пака Я на карте Видел пять человек Чуть-чуть поближе Подхожу Чуть-чуть Я что-то слышал Не, мне кажется Этого надо сюда подойти Хотя я тогда не буду Не будет распространяться Вот на защиту Это десяточка Здесь О, меня чё-то попал Расновился Может, имеет смысл Рокета сюда Довести Есть Нет Ладно, давай Вот так Ты будешь доставать Не, не будешь доставать Ладно, давай Тогда Ты так Хочу перекрыть Псиониками Таким образом Чтобы они давали Десяточку ключевым У меня все Под контролем Ладно, включаем датчик Надо идти пулить Не вижу никого Хожу так Не вижу Верну Пожалуй Этого сюда Рокеты подведем Координаты принял Поняла вас И Спартак Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Бобро Чамандер На связи Секта Под Это не маршрутка Не бойся Иди сюда Да Причем я нахожусь На такой позиции Где уже Где уже могу спулить Тупак, который бегал Короче, ждем Слышишь Кибер Слышишь Два кибера Охренеть Пошло Поехало Триндец И один большой Показалось Нет, большой вроде Так, убили дроны Да, один большой Какой-то особый кибер И длинный ход Да, это маршрутка Блин, два кибера Охренеть У меня не топовый снайп Двойного выстрела нет Полич видит Одного только Моя запросить А что за второй, блин Вот кибер Такой жесткий Большой Кибердиск Разрушитель Агрессия Бомбардировка Кумулятивный цветок Восстанавливает Контроль повреждений А этот Просто кибердиск А у него Обилок меньше Это его уклонение Бомбардировкой Цветок смерти А у этого Соответственно Криты Максимальные будут По танку Он бонусный урон Будет наносить Контроль повреждений И починка Нет, в смысле Сервомоторы Короче Что делаем Я бы сразу Зашидил Да Точно Зашидил Бо Это все Делаем Для начала Поехали 8 8 7 Сопросить можем Ближнего Соответственно Задача Убить дальнего Что у нас По снайпу Снайп Мирит только Одного Берона Охренеть Из-за этих Двух деревьев Явным Мы можем Попытаться Деревья Конечно Бахнуть Гренкой Надо Хотя бы Вершки Снять Поехали Ну Сопросить Танком Естественно Сейчас Посмотрим Может Снайп Увидит Нет Не видит Он Ни хрена Я не знаю Почему Или Все-таки Дабл Теп Того Все равно Мы под Сапресс Да Дабл Теп Короче Пулеч Стреляет Раз Попадает Под ранок Отличным Два У меня Массовые Сапресс Есть Танчик Тут Тут Добиваем Упыряем Кидаем Густой Дым На танк И надеемся Что Кибер Не попадет Блин Конечно Жопа Вообще Там У меня Может Лететь Весьма Опасно Гренко Не Гренко Не влетит Я же Под этим Он Самый Опасный Это Он Из-под Сапрайца Под Густым Дымом Попадет По танчику Это Прям Жопа Может Быть Сапресс Его Красный Тиман У него Не работает Мне Нужно Каким-то Макаром Не подойду Все равно Так Мне Нужно Каким-то Макаром Подойти Снайпом Чтобы Я его Увидел В следующий раз Вот Она Цель Время Время Молиться Густой Тиман Сапресс И он Боеготовность Хорошо Но это еще не все Сейчас все остальные Должны прийти Он ремонтируется Хорошо 78 крит Шеда Работает Бахаю Давай Родной Блин Ну где крит Тайоп РСТ Это не серьезно Друзья Танчик Сапресс Уже не может Соответственно Я и пулеметчиком Стрелять не могу Тратить Рокет Ладно В любом случае Мы должны стрелять 75 76 Ооо Это хорошо 5 армора У него Охренеть Ближе Боюсь Подходить Ближе Боюсь Подходить Или все Ракета Мне очень Пригодится На случай Если там Блин Он может Подойти Просто мне Грянку Закинуть Сюда Мне надо Ракету Кидать К сожалению Потому что Я его Не контролю Три Два Отклонения Кайф Ооооо Бесопресса подходит кидает гринку просто сто процентов водитель жать одного подведем чисто для дефа но в ханкер короче это будет скорее всего блин он же подлетит не это должен тратить строки к сожалению больше до шедер нет 27 плане давай родной надо попасть с бонусом под шедой ты можешь шокнуть его сразу почти ладно если он будет подлетать под мы пехотинцем его должны добиться эти два последних хита мы должны у него брать и он летит и 96 пикотинец а так бы он подлетел просто да есть молодец такие жирные кибер уже готовимся к следующему потому что это маршрутка до маршрутка это секунду да и бегут новый пак лидерский командир 3 аута охренеть подраны хорошо попали блин щас начнется щас начнется еще бегут справа и и моя и мутон еще семьдесят пятьдесят восемь 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 охренеть 46 31 46 отвратительным надо гренка гренку кидать как-то вот сюда-сюда уже жопа надо снимать камеры возможно даже свято шумите свято шум там не единственный лучше под мутонов оставить ее моим гренка почти но я дохожу сюда пробую докинуть вот так мне нужно снять кавер в первую очередь вот у левую правую поэтому пошла гранатом хорошо каверов нет и у командира нету этого нет что с двумя этими упырями делать запросов не на всех не хватит нет еще какая-то вообще никакая видимо надо делать оси кто это все еще за фулл кавером стоит я не снял нормально 50 86 86 без крита да возможно дым приказ здесь напрашивается конечно метка метком ну что по крайней мере снайп добил этого с нормальной вероятностью хорошо так сто семь четыре я не докидываю может даже этого грохнуть как-то добивать не хочу уроки то еще один тратить блин может быть надо конечно но не хочу варианты мне кажется нужно стрелять вот так стрелять вот так снайпом по верхнюю 86 просто ранить пытаться хорош сапрессит соответственно этого упыря потому что и мы его по-другому никак не убиваем подводить этого сюда на будущее они рокет может убить же попробуй родной без траты ракета 64 ну сапресс на этого к сожалению я его не убиваем оставляем блин командира но если что мы нормально вроде накидываем гренку следующее снимаем то есть он под контроль берет мы все равно грин кидаем и паникует хорошо блин может хорошо на самом деле никуда не убежит во первых там еще два пака мутон и миктоиды выходят до мутоны охренеть охренеть и летуны еще это точно маршрутка трендец чтобы эвакуации достает достает и достает уже 46 меткам не надо попадать охренеть 5 мутонов и это только началом и это только начало и вот он может ванговать уже есть рокета может помогать уже иду я сопрошу этого напоследок еще пак бежит ми кто эти кто и полный фарш блин отвалить наверно мех приоритетная цель мне спросить улич или не собрались не спросить а я не вижу никто это просто почему я не вижу из-за этого дерева всегда нужно рокет запускать или грянку или рокет вот такой вот скорее всего это и другое поехали проверяем да есть помеха пока его сектоне не отбавали мне нужно как-то его убивать давай родной надо есть подрана хорошо так слайд по не можем у меня патроны заканчиваются очень нужен крит на 80 давай родной есть 28 так у него один хит остался ладно может быть рокет тогда и вот сюда вот за бубень им еще один выстрел мутоном на подогнем убиваем 8 человек это уже это точно маршрутка это не может быть обычная 911 приземлившийся уже 8 убита и еще 9 с пулиным здесь надо сейчас грянки закидывать ядом травить 5 мутонов я вижу только четверых дым обязательным да тут надо пробить так давай родной хорош хорош не опугает левая может флангануть мне но под летунов я ставлю шедун эти я хочу не хочу экономить рокет а лучше тогда так чтобы не экономить ракет потому что грянка на этих двоих зайдет из-за бренджа порог нет хорош попал по боям снял еще камеры хорош в этим двоим мы кидаем кислоту и к нашли тварь хорошо я бы этого попытался дострелять 86 крита у меня только они остались окей 91 мимо так закидываем дымчанский на этих получается вы там сектоида далековато не будет только этих вы видите короче нужно сейчас приказ сделать попытаться левому добить потому что какого хрена так значит у нас три мутона двое под ядом где-то 34 сектоидом пак летунов минимум еще но двух киберов убили никто это убили триндец маленький разведчик пришел бмп с апрес хрен с тобой давай кислота и пошла работать подбегает нет только не грянка грянка кажется и он просто подходит очень странный мутон командир сектоида проба пол одного еще секторе подходит блин вот это надо сносить слота и и бмп 11 процентов мимо хорошо кислота отлично еще может быть пак вот он в кислоту есть правильно да и пак мой пак летунов кислота 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 блин как я люблю эту игру просто какие вы молодцы туда шридаша зайдет ух просто космическая о 3 клетки правда но все равно надо туда бахать жиду поехал давай родной давай давай прям туда до 432 еще что там еще пак тихо спокойно здесь человек убита с пули на 4811 много мне очень нравится ближнему тонн нужно еще грянка может быть цвета шуме вот обычная грянка вот сюда должна заходить прям шикарным образом поехали снять кавер покоцать огневая поддержка один процент держимся давай родной хорошо 2 2 1 4 открылись многие по снайпер к сожалению должен перезаряжаться мастер подчеркивание пека поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает михаил миша чуман да бабок не расслабляться я понял короче тут конечно самое опасное это вот полетон нам под кислотой не под кислотой подранок не давайте его не под кислотой 1 так у тебя что у тебя один светошум тебя один светошум там еще оверов до хрена этих наверное надо подсопресить его ешь на чтобы они не разбежались разные стороны и всем чем не делал с этим мутоном которые рядом эти там все раненые и под кислотой то есть мы видим мы знаем мы видим двух летунов из трех и самый опасный это мутон который передо мной чистый теориям конечно можно него светошим закинуть прям здесь это невероятные вероятности как бы мне его и но я хочу сопрессив дальних на самом деле потому что танчик очень хорошо может по ним пострелять они в любом случае побегут плюс это сделать из танка приоритетную цель джанк может сосредоточиться типа вот на убийстве вероятность очень высокая не забить учитывая что они под кислотой нельзя забивать потому что потому что у них граната есть попал хорош зарядка вот она огрыженная я полагаю надо все так закидывать судя по всему это последний пакет вот летом из кулины и остатки секретов эти два мутона это последний пакет 29 82 давай ладно после так летом и под кислотой а там трое стоит то есть все летом и потравлены этот боеготовность хорошо кислота великое слияние пошло на того но они под флангами должны разбегаться под сапрессом это полноценно действует 28 попадает 3d much reduction побежал попала из-за этого сапресс спал 28 процентов вашу жметь сапресс кислота блин как же кислотки решают боеготовность кислота этот кислота не хватает одной гренки боеготовность кислота понятно кислота 25 держимся кислотам вот этот полноценно действует сапресса кей у нас тоже под кислотой все раненые красный туман конечно мне очень помогает на отлично так смотрите сейчас желательно наверное сначала закинуть дым потому что огромное количество овервотч и причем подписка соблент сам овервотч то есть я сначала закину дым в танчик желательно не задеть мутоном и после этого действовать кем-то кто находится в дыму для того чтобы 71 76 67 76 как же не хватает еще последней ракетами больше гранат нас не ради не ракетный гранат больше нет 46 53 53 30 28 50 тыс под сапрессом нет нет вот ты не под сапрессом танчик под сапрессом наверно ауэ сапресс нужно на этих вешать и отстреливать пытаться ближних ну и танчиком я попытаюсь это сделать то есть мне нужно повесить вот на эту сектоидом подавление тогда мы заденем и его и 2 мутона по круг огневая поддержка именно поэтому я собственно и кинул дым сначала может сектоид хорошо мутон так дальше тебя больше всего вероятность попасть по летающим целям до 76 76 и один тебя потенциально флангуется топ-1 приоритет 42 41 18 просто беда знает 60 88 это пак лидер кстати наверное максимум я по нему ушатаю потому что он во первых близко во вторых у него больше всего здоровья отлично попали жалко не ушатали но попали 51 51 51 51 надо от ближних целей избавляться эти под сапрессом этот не флангует то есть нам нужно убить летуна мутона как минимум поэтому я с вашего позволения ставлю метку на летуна и пытаюсь метку и или убить мутона нужно попасть более не попадаем соответственно сейчас у нас увеличивается вероятность убийства полетона пехотинцем далее увеличилась еще вероятность попасть по этому кислота спала кстати а нет слота еще работает хорошо хотя больше не могу атаковать приоритетная цель надо попадать друзья не попадает сапресс работает попробовать перебить сапресс не видим не надо мутона ближнего пытаться один хит у него остается сделать он под кислотой то есть он ход пропустит хорошо добивать его не надо наверно сапресс этого сниму чтобы ну как так там ее пресса т 39 танкер это полноценно пошла раз не попадал по танчику время молиться друзья бмп ремонтируется вот он этот отступает кажется есть плохая оборона потому что кислота пси паника на 51 но это ну бас паникует только не цепная реакция ты же все они глянте там что по уме пошла псионическая атака по нему же вот он бмп 1 процент держимся кислота хорошо вот он бмп 1 процент кислота отлично как же кислотка зашла этот бмп подавление не интересует а все уже ближе соответственно тоже все блин контроль ух так восемьдесят шесть шестьдесят один пятьдесят два там полич у нас не это самое вот этого надо пытаться ушатывать 76 блин классно не расслабляемся нормально так и запасных тут пока сложно сказать я то действует еще уже не действует это будет полноценно работать вот мутоны вот сейчас его надо убивать болен я не знаю кем снайпом видимо получается 33 он в ханкере хрен убьешь и и мое 41 20 81 51 есть молодец не особо угрожает него поэтому попасть 56 ой хорош так 25 овера есть может быть отступить чтобы просто гренка не по не получить здесь 33 60 71 71 скритом пожалуйста по бафнутому не там крит есть лично так что можно сделать и можно конечно леммингом типа фланга ну это тогда по нему будет стрелять тот и короче я наверное отойду я боюсь гренки здесь я не хочу ее получить здесь но он уже отстрелялся этот время молиться в очередной раз паника у сектоида уходит отлично и охранный модуль первый раз срабатывает не зря этот он ой какой он хороший там командир сектоида подбегает понятно и курлык курлык блин маршрутку прошли о на ну вот он далеко не убежит бафы пошли отлично и видит пулич командира видит командира я пожалуй его даже под сапреши не хочу сейчас 30 процентов делать блин такое мясо просто 17 человек еще четверо живых это точно маршрутка было понятно на старте практически сразу же же просто жесть классно так давай-ка танчиком лучше этого попробуем достать молодец ну чтоб снайп стрелял даже наверное при цели снайпом не хочу еще патрон один тратить сейчас многие перезаряжаются тупоуме пошло на того же самого ну главное что он не неважно этого товарища мы сможем излечить я пожалуй постреляю сейчас дабл тэп все равно потому что у меня пулемет может ну танчик может подсопресить боль он попадает ведь подранок срабатывает сапрес здесь есть многие стреляют в первую очередь конечно снайп 83 командира сектуэтов нам некого захватывать естественно нечем точнее да и народ у меня есть сейчас пехотинец пусть добьет лучше попытается попытайся добей пожалуйста что ж такое а у тебя тупо уме да и вряд ли попадешь пробуем же прокачать но тут мало вероятно у них там defense конечно дикий одну точку попасть на то прямо есть молодец о инжи за решали на самом деле вот эта кислота за решала за решала пара грена который кавер снимали рокеты вот все-все-все что было все помогло иначе вас понял маршрутка отличается от обычной тарелки там с двумя вещами в маршрутке как правило в два раза больше народу в два два с половиной раза больше народу и принцип поведения здесь людей другой то есть как только ты начинаешь воевать с первым паком он кричит и все стягиваются к тебе патрульный пак так называемый насколько я понимаю все и это приводит к беспорядочному просто экшеном парочка битых сектоидов осталось желательно от них избавиться как и это маленькая севшая тарелка понимаете какой акт какой а на средних и больших когда нам 40 50 и все они лезут на тебя похоже мы здесь не одни побегается кто это тут я больше не хотите конечно рассчитываю там будет 85 где-то у него по точно 183 да а все уже никого не осталось только аутсайдер и потому что мы в самом начале с услышали четыре принципиальных пока обычно на мелких разведчиках там три бака становится стало понятно что что да еще с двумя аутсайдерами как-то аккуратненько справиться чтобы двигаюсь на позицию подходим сильно кроме снайпером снайпер может быть резко влево отвести поэтому я и хотел ее сбить на тарелку знаете поэтому и хотелось потому что посылать на такую миссию леммингов ты не можешь ну даже средний состав есть есть реально топовые люди то есть тот же самый джанг это предпоследний уровень предпоследний уровень псионик там хорош танчик хороший но танчик был правильное решение брать танчик аркаш справился а чего там серво мотор ремонтные почему-то один заряд остался всего лишь помнишь попадали только один раз какого хрена там вроде 6 помолчания не знаю как он работает я только только этот грейд сделал выхожу слушаюсь слушаюсь ну подходим как раз их этому углу раз раз такой вектор нам задали сюда подходим 7 есть ну кроме снайперы и тяжелого пулеметчик пули скорее всего станет за за той затем деревом все равно мне не поможет понятно уводить если хочу ремонт работает очень сложно к сожалению то не фиксирован еще заряда по 2 единице ремонт но все равно его можно сделать этот апгрейд хотя бы ради мастера ближнего боя что нибудь слышали потому что перк просто сумасшедший особенно на если бы здесь были какие-нибудь крысы они могли быть если бы здесь были какие-нибудь милишные мутоны аналогичным только танчик мог бы наносить приличное количество урона по таким целям я помню приблизительно с какой точке снайпер работы где-то вот отсюда приведу сначала такую миссию сейчас ни в коем случае на аутах нельзя портить то есть не стоит час из-за из-за того что тебя хочется побыстрее побыстрее участки ранения не нужны привет клада им не можешь крашперк иногда просто времени чинить танка на самом-то отлично ученицы это да я бегу и кажется надо и пули что же он не будет работать давайте вот сюда попробуем могу конечно с пули тоже не спорил могу на риску не тут как повезет как они разбегутся никогда не я попытаюсь их справа с пули чтобы они да кажется мы здесь не так давайте-ка я начну урок там наверное да пробегу вот так даже чтобы они помыше подошли да ну и скорее всего не снайп никто там ничего не видит да к сожалению это так так варианты можно подсветить здесь видимо сапресс вот этого можем увидеть теоретически снайп он следующий ход да ну нет так стоп у меня ситуация не очень хорошая как я тут собираюсь ты их были это отстойная ситуация они достаточно близко для того чтобы как варианты ладно ты можешь уйти медик в теории может уйти как ханкер сделает тут же получится но видимо надо сопрессить танком и сопрессить медиками всеми рашид вперед танк подставится конечно же а я еще пехотинца сзади оставил лол как я джанга там болен дура какое вот это отстой конечно это у него вас это грубейшая ошибка поехали так ну как мы его увидим увидим отсюда уже выставляем должны тоже да только нет короче 90 43 44 61 болен час медика могут на бить у меня конечно и гиды два сапресса есть мне нужно ход пережить класс кое-как пытаемся понятно ну он стреляет по бмп мажет 74 очень повезло и этот по бмп попадает но очень легкое ранение все нормально сейчас мы снайпом бахом 96 тыл этому товарищу раз у нас соответственно есть опциям не у нас функции нет под сопрессить что дорожить его просто да уже пора меточку как это что же флангуют а это не медик это хотим ладно а делались на самом деле очень малой кровью на самом деле там один хп сняли у танка это не знают на два дня он отправится тем более запасной четыре дня к сожалению а два псионика получили повышение инжи затащили на самом деле затащили жалко хит не дают стоп а может быть не этот дымовая граната а можно как-то на светошум и прокачать то есть это шум это то есть дымовая граната светошумовая таран это эквивалент или нет тех нет это не эквивалент то есть от туманной берега эквивалент 6 хитов у этого ох 50 лерея 60 сплавов так слушайте я хотел сделать несколько вещей во первых что нибудь практичная вспоминай вспоминаем марксманская гауссовская винтовка это первый вариант там кажется была броня неплохая аврора для псионика очки здоровья мобильной защитой и воля сделать для анеке например как думаете стоит а еще не нейроприцелы но у меня просто снайпы еще не вне пси кажется мне только один снайпер в пси двое ждут один вот псионик есть остальные нулевые операционный пришельцев запрос продавала редко прилетают нам ничего не продавать как обычным старт на исследование лере нельзя продавать нельзя продавать нельзя ничего продавать продавать еще миссии экзальта нужно кого-то ждать но мы ждем вот этого медика сторона насколько я помню и от него отталкиваемся мультиф к механизированное что а блок защиты на механизированный блок защиты для модов как раз для танчика чтобы по нему не критовали чтобы хп было больше мультиф к для него же стабилизацию все для танчика до танчик один если что есть что может реально танчики еще третий сделать сразу же настолько модов хороших и он реально помогает тепловой ждем 3 пока ключ не надо делать новый террор уже не нужен но смысле текущий террор уже не нужен эгиду я тоже не стал все броню можно потому что там это предпоследний терпись и брони и анки он бы пригодился у нее уже там нормальные есть способности и следующий появится хорошие но на то такая мастерских на делу нет мы пока ждем когда доделать степловой генератор потом обогреваем два генератора ставим дом мастерские ладно пока ничего не делаем дорн возвращается ждем сторма что-то с модифицированной адаптации зрения быстрее исправляют свои промахи при стрельбе это к чему-то там у меня только один генной модификации это ему еще долго сидит там 32 дня что это было так и когда у нас там медик отвернется он уже вернулся итак друзьям надо лететь на экзальт лететь на экзальт это у нас очередная свармболин миссия на которой очень хорошо показал дмитрий михайлов себе неизменно отлично работают пехотинцы рокет-гренадеры гена модифицированного этого пехотинцы видимо надо брать потому что другого у меня получается уже нет мега раненые есть пехотинцы ну и в генной сидят 32 дня да там все пять органов на вообще топовый выйдет но вот этот пехотинцы он сам по себе топовый сейчас скажу вот то есть у него дофига хп дофига точности для своего это не он и это тоже не он вот он у него 90 точности предпоследний уровень ну хп кстати маловато ну короче его взял из-за точности скорее всего берем 2 пехотинцы гена модифицирована берем топового пулеметчика естественно стабильность платформы гауссовский пулемет обязательно рокет обязательно инж обязательно медик причем он звание получит после этой миссии и только один свободный слот остается так ладно людям которым нельзя погибать не давай лучше тебе панцир медик все равно далеко стоит лучше эгиду дать двум пехотинцам и пулеметчик эгид ограниченное количество тяжелый гауссовский прицел имплант 2 пехотинец гида гаусс 82 тригенных модификации у него такие бафы классный будет мех пойдешь не знаю пока я потратил еще соточку мэлдена непонятно что рпг гаусс пехотинец медик пулеметчик следующий пехотинец на начис подумать над последней ролью то есть метом место 1 вакантным этот часовой очень хороший пех с ним тоже 90 меткости а когда если у него появится выборочное прицеливание на 4 200 то он вообще будет он же по всем экзальтов сом плюс 2 базового урона будет давать при том что еще крит улечка у него больше 50 процентов то есть 70 по бегущим 70 80 он не может сыграть не может все гранат у меня инженер псих или все-таки 2 химки лучше лучше химки для прокидки блин это хорошо это хорошо дезориентированные вообще стрелять не будут из-за ракеты пользоваться ничем не смогут дмитрий михайлов превосходный просто снайпер превосходный как он там бахал у него 6 200 максимальный уровень он уже несколько миссий провел где-то штук 5 наверно после максимального повышения кто у нас пойдет последним варианты мне нравится танк на самом деле если мы берем валеру с гауссом хотя у него модов на овер нету не только флеш он конечно себя внимание хорошо привлечет выбор на самом деле невелик либо мы берем снайпа хорошего очень хорошего снайпа с гауссом для работы поток точно по целям либо мы берем там скажем какого-нибудь рокета не самого выдающегося зонера здесь не готовы из фатига через два часа вернется пехотинец тоже не очень хороший его лучше не на таких операциях качать из пси-тренинга можно вытащить но мы вытащим только анетка которая должна там находиться и два снайпа которые хуже чем текущий короче либо танк либо снайп либо танк либо снайп либо танк либо снайп у танка модов на оверы нет и я беру снайпа гг-4 гораздо лучше работает браузер в пвс чем старый плеер не падает памяти гораздо меньше ждет на 10 аппарат маленький день спасибо большое за информацию спасибо но это снайпер который еще не получил максимальное звание но у него меткость 101 сумел нормально все так у нас там 4 карты и все они насколько я помню не критичны к датчику движения д не критично не критично не критично не критично не критично окей чем поехали экзальт осталось где-то пять миссий экзальт до того как мы точно узнаем где их базам из болен самая плохая блин карта поступили сведения очень ей не люблю передатчик заселить я даже пытаться не будем и датчика пока защищена кодирующим выполните размещаться здесь на бойцы экзальт смогут взломать код они найдут передатчик а если они его взломают вряд ли мы получим данные не поврежденными задание изменилось врубаем датчик движением видим что рядом с оперативником никого нет хорошо вышка здесь активные она здесь часто бывает видим что никто пока к нам но поблизости никого нет занимаем снайпами место у стенки я ником хорошим влево хорошим всеми влево прям влево они могут быть прям передо мной справа поэтому я отхожу как бы прям от них убегает убегает так это тоже сюда очень жесткая потенциальная миссия конечно я не умею не играть скорее всего надо заранее будет закинуть хотя бы одну гренку дверной проем люди будут выходить с трех разных направлений отсюда будут выходить вот здесь будет на зоне больше всего вот на этой точке людей и справа могут выходить то есть наша задача разместить раз два три 4 5 соответственно снайперы 67 давай к еще разу датчиком движения проверим не подбежали там не прораживают люди сразу три пока рядом охренеть что за люди я не успеваю даже подготовиться полючи ставлю так чтобы никуда типа не должен уходить одного пехотинца направо другого пехотинца налево для того чтобы контролить перемещение медик факт что вообще должен подходить на близком пока я для него во первых место нет инж до инж до безусловным пехотинец сюда сюда ракет вот таким макаром снайпер сюда заводим снайпов лучше чуть-чуть развести клеток на 6 чтобы вот это вот хрень миша даже так уже слева бегут у меня не инженерный сканище до выбегают уже три человека есть over 1 90 процентов марксман ранили его только ранили блин и скриптовым охренеть народа это первая подклепа два рокета здравствуйте только-только блин я успел дойти до точки но здесь угол очень хороший поэтому поле стреляется на четыре раз и стреляют 53 2 расставляет метки под снайпов под пехотинцев 1 шатали здесь 52 всего лишь 70 выстрел 1 68 это собака может конечно мне испортить а второй снайпы точнее же будет он не успел выцелиться и моё плохо ладно давай попасть 70 процентов вполне реально дима михайлов ну понятно 71 здесь надо подойти помочь нашим пацанам даже вот что был очень хороший угол на сто процентов так нельзя сейчас снимать гренкой что мы помним про паки которые про три пока которые за дверью прямо находится снять стенку увидеть пакета худшее что мне сейчас нужно это плохое место для пехотинца во первых это полу кавер во вторых ну короче его лучше сюда вернуть здесь пока планово перезаряжаемся мы не торопимся даже не кодировщик не захватили лучше уйти прицелиться подойти чуть-чуть чтобы не стреляли по снайпу прицелиться тут ковер то давай перезарядимся тут ковер думаю медика подводить не подводить на опасно там каверов нет просто мне кажется на сейчас потратите еще один датчик движения и посмотреть сможем ли мы стенку снять а там же еще на подкрепок бедет вовсю и та которая была до этого здесь сто процентов 66 крит попали но все ой как-то много народу там маркс мальч войска экзальт пытаются взломать наш кодировщик если мы не перекроем им доступ они получат координаты передатчика они мы не можем здесь ничего сделать то есть здесь же я не знал что здесь так работает все блин че делать дачу движение да мне нужно подсветить тех упырей иду надо так пугать дмитрий михайлов начинает как зонер как шикарнейший зоне причем с критом поэтому маркс ману чтобы его сначала вы шатать пора рисовать звездочки потом последующим жестко да командир проверить сколько там справа там сегодня человек надо снимать надо снимать этот кавер надо пытаться увидеть упырей имеется надо пытаться увидеть этих упырей закинуть типа подальше чтобы вверх тоже убрать что двери нет мы видим там человека стоящего одиноком его кстати видит и дмитрий михайлов нам убить он у него не сможет это плохо блин я боюсь еще подхода с фланга если честно даже дым закинуть короче ладно пристреляя просто окей сейчас дмитрий михайловым добиваем его 8 урон и выборочное прицеливание 6 хитов всего лишь даже без крита мы его шатаем тратим соответственно ход на перезарядку и на прицеливание я думаю надо убирать отсюда снайпер что слишком опасно потому что могут подойти слева и все передатчиком и типа с подсейвили но помним что слева могут идти прямо могут идти отовсюду могут идти и я думаю что имеет смысл учитывая четырех активных агентов которые один из которых может выйти мне во фланг прокинуть все таки первый дым первый из четырех но еще заодно захват ну да вип они не дойдут и все на лучше закинуть там еще два овера даже три овера то есть теоретически мы должны нормально про это самое принять вот потом скорее всего надо еще туда гренку рокет закинуть чтобы эти все шкафы убрать они тоже мешают обзору вот пожалуйста випа в общем убираем сюда куда-нибудь медика тоже назад оберим друзьям оберим прицеливаемся не торопимся друзья не торопимся ни в коем случае они могут бежать четверо точно бегут к передатчику точно бегут вопрос времени когда они сюда до соберутся как же маска ничего инжа не хватает последний подкрепа падает очень близко что крыша это двое на крыше медик марксман один здесь но это ладно это и волны должны шагнуть так а вот крыша это очень плохо что здесь есть укрытие и они могут реально просто подойти и они вообще могут этих увидеть моих цену варианты закинуть рокет ранить дороги нам кидать отсюда чтобы бортик снять их по код поехали будет жарко о рискуем и никого не вижу вижу отлично хотя бы марксман увидел насколько я понимаю до маркс мы видим это самая опасная тварь вообще из из существующих я лучше оставить на овер то есть не стрелять пехотинец в смысле по и мочкам и хотим 100 может дмитрий михайлов тоже может как бы добивает сэндезон абсолютно спокойным людей следующий там медик он не такой опасный потому что меня граната и лечение и ну винтовка конечно но не такой жесткий и они должны бежать 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 новый пак выходит ой плохо очень много молниеносно еще ёпперс это ну вот overwatch 2 пока там там два пока они уже . 79 1 крит нормально и нужно сейчас по хитрому как-то закидывать гранат там трындец у них хп дым рокет у которого 19 здоровьем сколько там с пули на хрен пойми инженер пошел и еще пак приехали датчики не смогу врубить да даже с раным гармин смогу так это уже чуть-чуть попроще рискованно но оперативник оперативник хэвик скорее всего и химическая кислота через приказ понятно что рокет надо еще пулять куда там может даже рокет вот сюда по этим четверым чтобы машину взорвать и у него отклонение просто конская я не знаю как лучше сделать я вообще могу передатчик короче рокет никак не может точно попасть я стреляю прям эпицентр чтобы машины и левые каверы куда-нибудь он сдвинется по двум по палоке машина горит вот это тоже хорошо мы можем ее стригерить гранатой и на самом деле хаешкой то есть граната может залететь краешком достать по этим и достать по этим здесь нужно все каверы ушатывать кроме не не достаю тогда или вот так вот так нормально да поехали скорее всего надо будет приказ еще кислотку делать машина не взрывается к сожалению или взрывается 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 плохо так нет кавера нет кавера что снайп все для него все в укрытии все в укрытии зонер у нас не работает дениска поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщаю дениска привет привет майкер сегодня получил футболку и второй коврик отлично качество на высоте отлично доставка на высшем уровне спасибо тебе за спасибо хороший отрыв но спасибо так мы здесь скорее всего тап-тап только надо понять по кому вообще хотя не факт может быть даже и да там дым просто я ни хрена не попадаю про по людям чем дым судя по всему густой на густой охренеть экзальтовцы у них гены модификации как дичайшие просто мне надо будет этим рисковать бежать куда-то сюда подставляться под возможный овервотч какой-то там слева там реально могут сидеть может даже имеет смысл провести пехотинцы сюда сначала для того чтобы стригерить оверы да поехали да они могли стоять на овере короче я побежал я без вышки здесь ничего не сделаем надеюсь он добежит если кто-то из наших людей сумеет добраться до транслятора экзальт который в зоне действия несколько дмитрия михайлова есть возможность добытой с прочими данными начать вот с этого упыряем без он раз это выведет их из игры раз будет занят восстановлением системы связи так этого конечно тоже бы штампану он не будет стрелять он будет перезаряжаться сучок да в любом случае он стреляет они будут перезаряжаться возможно не стоит сопрессить потому что эти товарищи все равно из-за машины скорее всего бегать не будут какие у нас варианты исключим давай исключим раз на выступ а кому здесь самый опасный вот это рокет который сидит здесь я наверно по нему попробуй 50% попасть хорош под ранок шикарным 77 по нему пехотин и стреляет у него к сожалению не будет ой молодец стрелял почти весь боезапас 57 еще 37 ну пробуем им нужно срочно потерять боезапас что дмитрий михайлов 78 43 83 по степени угрозы медик оперативник те двое раненые под бафом 89 у снайпа хороший выстрел кодировщик пока не критичен эти допустим не будут убегать вот этого надо бахнуть по этим кислотку ориентировочно через приказ да давай тогда так с критом давай сразу поехали блин надо на следующий экзаль только в отряд пострадать но жесткие они они уже очень жесткие я пытаюсь не доходит он к сожалению до энжа с кислоткой но я хочу накинуть кислотку все равно не доходит но ближе подходить рискованным дмитрий михайлов дмитрий михайлов могут быть грянки и давай лучше 83 нормальную эту урон ну потому что и то даже если взорвется то урона бы не хватило ханкер здесь не ханкер овер и все остается только медик а без толку овер время молиться эти раненые выключены пушки выключены пушки у них этот стоит перезаряжается этот перезаряжается этот убегает все таки убегают от машины гренка пошла это плохо инженер ранен это тоже может гренка кинуть вступает назад перезаряжается перезаряжается медик взорвется новый медик подходит перезаряжается взрыв ну а ты не чтоб его ранен да сейчас больше халявы уже не будет дмитрий михайлов опять никаких зон никаких флангов ни черта ракета только шрида осталась нинжан вроде как надо отводить назад для того чтобы его там не добили желательно подлечить конечно но он отсюда докинет интересно кислоту да докинет с легкостью сколько их там 12 бит и еще раз два три трындец десять человек я вижу четыре пять шесть седьмой восьмой почти всех на самом деле довольно много видим дым все еще там работает желательно бы отстрелить выиграть ход вот этого убить хотя бы улича есть только одна нормальная цель боли на стреляй его надо снять чтобы просто время убивать чтобы ход выиграть блин 786 53 183 53 49 очень плохо короче инженер отступает у нас в любом случае закидывает кислотку сюда на этих двоих опасных там скорее всего сюда густой дым и возможно даже подведем подведем медика так как же он меня подбешивает вот этот товарищ может его шидой покоцать у него хп немного а я шидой могу достать до него да это единственное полезное что ты можешь сделать два с половиной шида поехали давай родной есть есть ход выиграли и подранили еще медика слева так этим меньше угрожают но это вот любой дурак убьет поэтому ну тут овер понятным здесь хрен его знает давай добьем тогда дмитрия михайловым этого а там все еще идет взлом мы не освободили передатчик очень плохо да я пехотинцам подойду выхожу он сидит 45 full cover блин что снайп по нему может 79 по медикам это марксман мега опасный товарищ ладно давай он половый 60 очень надо попал прошу прошу очень надо пиндец так точно 45 да гг это очень плохо сюда дым в любом случае сначала на пол ухода я не знаю подходить ли медикам или может все таки приказ сделать и вариант у нас он меня видит просто понимаете что один год остался там огромное количество кислота работает кислота перезарядка вот опасный овер давай давай убивай убивай с критом 97 так последний ход подходит еще еще один овер часовые работают да еще минус один какие жесткие миссии этот медик подходит а лечится хорошо там еще там еще нужно есть живем живем сколько их осталось шесть человек всего шесть человек на оверах могут стоять мне нельзя подходить мне нужно видимо отступить семьдесят 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 девять лучше наверное перезарядка и овер даже на дмитрий михайлов не видит ни хрена чтоб улич одна цель ладно у меня пехотинец если что может зайти вперед то есть если надо будет прямо поаркадить я могу поаркадить опасный самый вот этот медик на самом деле потому что он фуловый а на право кислота работает ранение есть 69 79 ты будешь пустым пять человек пять человек я думаю не надо отступать и лечиться лечиться этим инжом сейчас терять инженером так у меня дыма 2 я не буду его солить я закинул на пацанов новый но вот это не на этих полукаверных фух аптечка пошла лучшими пакет естественно уже давно и соответственно перезарядка и овер здесь скорее всего просто выцеливаемся здесь перезарядка и прицеливаемся анкер перезарядки двойной овер поехали с кислотой побежит но он неважно медика должны тоже сраб принять побежал с кислотой сейчас следующий ход мы его убьем 81 правда не тем я пострелял потому что он ближний он может увидеть тех кого так баф пошел этот подбегает и бои готовность так четверо осталось да перезарядка перезарядка выцеливаемся сносим снайпом с выцеливанием нормальным один ход держимся все осталось трое и это последний кажись я перезаряжаю с пулечем делаю овер внимание а а а а а а а джон естественным прям точно возвращаюсь джон здесь перезарядка овер здесь прицеливание ханкер медикам да нет там место назад уже бегу могло быть значительно хуже еще может быть кстати выбегает сто процентов на она осталось двоим и ждем хорошо то есть в той ситуации когда вокруг было 12 человек сканирую перезарядился начинаю наблюдение я реально еще легко отделался у меня уже третий слева ой опасно надо прикрыть пехотинцам приступаю и наверное второго пехотинца я тоже сюда на буду подводить не нормально все смысл в том чтобы никто не вышел внезапно да випа лучше конечно увести это риск определенный ждем пока кажется мы здесь не одни что там прицеливается давайте сохранимся сделаем лоуд но меня предупреждал фотос что миссия экзальтен чем дальше тем сложнее и ни в коем случае их нельзя пропускать я их не фейлил но пару раз не сканил вовремя то есть до их активности ждать что это было блин так мне хочется этого увести я сначала подведу куличи сюда для того чтобы проверить чтобы здесь не было оверов никаких и уведу випа потому что самое опасное сейчас что может произойти это может сдохнуть просто на том что он получит овер подождем еще два-три хода кажется не торопится а там еще пока вижу противника два пули чем очень серьезно ммм ммм два рокета даже ну пули чем то есть рокета как бы я бы отошел на самом деле я бы подошел инженером вот сюда чтобы их нейтрализовать а здесь лучше даже подсвалить немножко иду к тачке выцеливаемся випа назад это еще один пак 20 а нет это спулины это спулины просто они там вдвоем стоят я не знаю как так получилось но уже было 20 плюс 2 я думал это новый типа пак но типа нет поехали подходите гады слышали что нибудь серьезно блин там могут на овере стоять все и улыбаться вон они и они какие-то тупые снайпер правда не видит ни хрена ну будем ли мы пытаться ты рокер получит можешь просто сходом может до них докинем кислотку они же стоят не на овере правильно да не на овере пробуем докинуть гренку до них чтобы жизнь медом не казалось поехали я постреляю по одному не хочу выпускать такую возможность они все там обдолбанные все генные выведу снайпера так что может да в следующий ход мы сможем увидеть сможем наверное увидеть посмотрим но они не могут часы рокет кинуть потому что у них колоссальная режется range стоит без кавером кислота кислота окей нет снайпам вопрос но они также не видят ни хрена видишь только одного да то есть двойной выстрел только по одному 70 процентов правда ну давай хорошо так нельзя стрелять здесь ни в коем случае ни в коем случае я подведу второго пехотинца на всякий случай не учусь туда смотри на 2 кишки по-другому все делать уже тороплюсь было раньше подводить медика и второго пехотинца там что то есть как он сейчас там стоит где он там чистое не угадать вас понял ждем а он тут уже а он к точке идет я понял тебя целеустремленный молодой человек убиваем его да но определенный момент было жестко инж отправляется на 21 день не на 21 треть можно убрать я думаю дней ну соответственно там 14 15 из-за передовой хирургии 20 видимо ранение было серьезнее на 4 клеточки так у нас медик с бомбардировкой и ему можно звание сейчас сразу повысить ранение на 20 дней е-мое лазерный пулемет ломался так во первых я сразу назначение офицеров пока не забыл второй под полкан у нас появился вот он медик плюс 2 меткости за каждого сейчас 6-8 бонусной меткости проверяем по-быстрому остальных но вроде там не готовы были люди а нет готов вот уже один готов майор новый капитаны мы так медиков не качали уже активно можно взять кстати сделать офицером кого-то из из другой роли на самом деле почему бы и нет все равно простаивает а кому полезнее кстати пехотинцы инжи но инжи у нас психи пехотинцы геномодифицирован наверное пехотинцы поехали сейчас раздадим а рокета можно качать 200 200 дальше сделаем что так все место нет дюранд нельзя отменить эти хорошие инжи. Ну, в смысле, снайперы. Так, делаются кумулятивные для танчика, стабилизация для танчика. Турельные для танчика. Механизированные тоже для танчика. Денежка появилась. Можно перехватчиком сделать бронебойные ракеты. Но пока у нас нет серьезной проблемы с этим. Не, надо дождаться Иллирия, видимо, посмотреть, что будет после этого. Или все-таки сделать проект, потому что ты все равно на базу пойдешь, у тебя ресурсы появятся. Тактическая нужна элитная мутона в большом количестве. Улучшенные брони с пушки. Пробивание брони, кажется, увеличивает. Не помню, насколько Сохранение тоже топовый апрель. Винтовки снайперские у меня на обмен есть. Парксменская винтовка гаусса все еще на 0.33 увеличивает. Скировочное устройство. Есть уже инвизная гренка. Надо ее тоже проверить. Я не знаю еще, как она работает. Нейроприцел можно сделать один. Можно, кстати, сделать еще дополнительную пси-гранату и хим-гранату. Они топовые. Пси-гранаты можем, хим-гранаты не можем. Наход всех бойцов скрывает. Да. Сошки рано, пока некуда. Так, фиксируем. Значит, у нас штурмаж отправляется четыре дня с Канэкзальто обязательным. Нет у нас инжей. Шесть человек. Но двое леммингов на пси. Три дня. И четыре инжа просто отдыхают. Ладно, один вернется через день, второй вернется через пять. Кумулятивка для танчиков. Австралия средний рейдер. Интересно. Давненько рейдеров они не запускали. Сейчас попробуем. У них там Элен Ресерч, наверное. Но я давно не встречался. Ну, конечно. Охренеть, просто два попадания у него и у меня два. Неплохо. Это с уворотом, с точностью. С лазерным оружием. Сейчас опытный пилот, пять киллсов. Серьезно? Так. Болян, часу лететь, может. Очень далеко база находится. Обнаружен объект. Да. И вот сейчас я думаю, нужно бронебой на рахе-то заказывать, потому что уже начинается. Во-первых, он улетит, скорее всего, потому что я очень далеко, издалека с базой летел. Да, и вот он улетает. Давай, давай, давай. Поп, догнали! Давай! Один выстрел. Это последний. Ну, последний. Последний. Есть, молодец. Уничтожен причем. Ё-моё. Зря не обозрешь при смене перехватчик. Он первым на меня, по мне попал. Короче, у нас серьезные проблемы. Перекидываем сразу сюда. Перекидываем сюда. 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 Я думаю, надо заказать парочку лазерных. Да и ЕМП, не факт, что я дотяну. Тюри-рю-рю-рю-ри. Тюрии-ри-ри-ри-ри. Самое время пара лазерных пушек делать в октябре. Так, стоп. А может, мне пора на базу уже? Не, не пора. Там топовые не вернулись Хотя бы мне нужно 2 снайпа топовых Одного из медиков топовых дождаться Тройку, через 3 дня полетим на базу Амонра, ну вроде живем пока Все тестирование, перечень запросов Чего у меня нет Элитные мутоны Вы охренели 10 мутонов В России запросили 10 элитных мутонов на 2 ученых Ученых 88 штук Низко огромный, это террор То, что мы ждали, в общем-то То, что мы ждали В Аргентину прилетело Страну мы отдаем Будем ли мы сражаться за мирных Учитывая то, что Сражаться за мирных Нет Я закажу спутник Отдаю сразу страну Ну, если я сейчас сражаюсь То просто тот состав, который готовится Все Он не полетит на базу Мне выгоднее отдача с базой Ну и мы можем Не, нам нет смысла корабли оттуда уводить Все, скипаем террор И по Когда, короче, вернется вот этот топовый медик Два дня Страшила его зовут Мы летим на базу к ним Истребителем Здесь-то есть люди Окей, избиваем Нам выгодно отдавать базы То есть мы По две базы Сейчас каждый месяц освобождаем Я не уверен, что две Удастся В месяц В этом В этом месяце реально отбить Потому что очень много раненых инженеров Да хватит уже Ну, е-мое Надо корабли позаказывать еще Ну, не, слишком мало кораблей Для контроля Такого количества регионов Уже Слава тебе, Господи Сбили миссия, между прочим Вот сюда бы я слетал Сбитый истребитель Это не только ценный мех Сюда бы я слетал О, я не буду сейчас Я не буду Короче, смотрите Мне нужно взять Сюда не топового снайпа Вот этого С выборочным прицелем На случай, если там будут Крупные цели Понятное дело Что разведчик инвизны Это на базу Топовый снайп на базу Топовый рокет тоже Пулич аналогично То есть, можем, в принципе Взять вот такого пулеметчика Можем взять вот такого снайпа Может захват для ключа Но у нас нет инженеров Но у нас нет инженеров с починкой Понимаешь Тут у нас выходит Через 13 часов, правда, выйдет инж Можно дождаться Но инж мне вообще Это единственный инж, который у меня будет Его лучше взять на базу Да, его надо брать на базу Короче, никаких инженеров На эту миссию Хватит этих советов Из ниоткуда Ну да, пехотинец Мне же еще бы разведчиков докачать То есть, есть инвизный, например, развед Вот это вот 4.16 Это прям четко инвизный разведчик Второй Нет, там был третий вроде 1200 Это что же за инвизный? 5.15 Плюс он псих еще Да, это инвизный развед Давайте его тогда прокачаем Рестить, естественно, не стоит Потому что миссия Ну, потенциально может быть сложной Там 10 человек Но это как раз задача для Не для топа, короче Хороший снайп Так и не докачался до выборочного процесса Лего не берем Ах, можно этого медика взять Получит ловелап Можно этого пулича взять Получит тоже левел Это критично То есть, чтобы Да, давайте так пока что Посмотрим, что у нас получится По По команде Лучше не брать О, смотрите, генка вообще отличный Модифицированный Товарищ Косой, правда Снайп хорош Снайп с гауссом Зарядка есть Я вот думаю Пулич Двойной выстрел Гида тяжелый Имплант Прицел Пулич Кстати, у нас тоже псих Мне бы моды Под психов Какие-нибудь Ну, какие там Гренки Это инжи Должны быть психами Но они У меня, собственно, учатся Псилаби Инжи Остальные ранены Снайпом Нейра Вот эта вот хрень Нет, пуличем можно Дэмэдж редакшн Там есть щит Который можно сделать Так, здесь Марксманская Винтовка Так ли, сильнее решает Выборка для снайперов Так ли Так ли Так ли Два К минимальному Максимальному Это Самое универсальное Самое Вообще Самое-самое Так, аморфляж Хамелеон Не сейчас Пока датчик движения Выдадим Медик, правда, какой-то У меня тут Стремный Форы Форы поддержал Ваш канал На 300 рублей Сообщает Сегодня же Будет захват Пятой базы Жаль, что Не смогу Посмотреть Онлайн Эх В любом случае Чтобы не нарушать Традицию Поздравлю с закрытием Пятой базы Заранее Нет Уверен Ты пройдешь Ее Без ранений Без потерь Или нет Или нет Именно так Плохая примета Давайте лучше Здесь датчик движения Разведчику Выдам Все-таки Какой-нибудь Хамелеон Без гренок Но зато С рокетами И опять же Тут Неплохой коллектив Подобрался Без густых дымов Правда Ай-яй Это критично Так Полетели На иной ложку Готовимся к высадке Террор Пропускаем Ждем просто Бразильские власти Просят о помощи Значит Цель Бразилии Да, гида пока Самая толстая Мы доделаем Сейчас исследование Павилерию После этого У нас Пульс Гаусс И Тунальный тир Мы сможем Разобраться с этим Без особого риска Для местных Тогда я добавлю Так Опасно Ёперес Я не люблю Такие респы По уме есть Пожалуйста Штурм 1 На месте крушения Ведите огонь По готовности Пока Никого не вижу Вас поняла Продвигаюсь Так Продвигаюсь Так От Тарелки Ключевая От Ясно Выставлю Наверное Как-нибудь Вот Так Улич Посмотрим Я Обо всем Позаботюсь Блин Я Пехотенцу Карабин Выдал Что за То, что он Косой Скорее Всего Да Из-за того Что он Косой Не торопимся Друзья Здесь Максимум 9 человек Кроме Аутов Но Здесь Не может Быть Маршрутки Это Вообще Самая Базовая Арктонс Поддержал Ваш канал На 500 Рублей Просто Ничего Я думал Ты что-то скажешь Спасибо Арктонс Самое главное Какие паки Мехтоид Ну Понятно Я не буду Сейчас лезть Никуда Просто Хочу Услышать С какой Стороны Куда Мне Куда Мне Сканы Закидывать Куда Мне Идти Лево Кажется Да Стере Уже Работает Нет Серьезно Так Давай-ка Врубим Датчик Может быть Это звучали Аут Потому что Они ближе Типа Я Что-то Вижу В районе Тарелки Нет Там Не только Аут Там Пак Короче Размещаемся Здесь Поворачиваем Камеру В сторону Тарельки Блин Снайпов Назад Нельзя Пока Уводить Я не уверен Потому что Там Никого Нет Я Походил Уже Всеми Кем Ой Беда Ладно Чуть Чуть Отступить Чуть Вообще Их Нужно Наверх У тебя Завести Но Лучше Начать Я На Позиции Вы Помните Какие Там Конские Паки Иногда Бывают По прошлой Миссии Маленький Севший Разведчик Поехали Там Маршрутка Правда Была Но Два Кибердиска Один из Которых Там Какой-то Особенный Продвинутый Арктон 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 Поддержал Ваш канал На 500 Рублей Сообщает Не Придумал Что Сказать Пека Забайтил Забайтил Тебя На Это Самый На 500 Не Специально Честное Слово Опасно На Камеру Поворачивать Могут Выскочить Сейчас А я Поличем Стою Уже Бачком Так Давайте Кам Я Тут Пехотинцем Бачком Стою Хочу Скан Закинуть Сразу С разведчиком Разве Не Это Самое И Подсветим Аутов Сразу На Будущее И Что там Сикера Я видел Кто Еще Сикеря Дрон А Вон Мехтур Прям Здесь Стоит Полич Чего Видит Один Не Видит Второй Второй Видит Ну что Полич Убиваем Просто В смысле Меха Убиваем Все А Не С Мутоном Блин А Может Рокетом Бахнет Туда Прям С Ходу Изи Просто Ага Аутсайдер Слева Или Шредой Бахнет Лучше А Полич С Какой Вероятности Будет Стрелять 88 88 Нормально Полич С Дабл Теп Так что Сначала Рокет Но я Хочу Просто По Мутону Больше Урона Нанести Поехали Два Пака Рядышком Но второй Пак не Очень Жесткий 9 14 14 Еще Бутон В шоке Убегает Сейчас Ушатываем Просто Вот Этого Мехтоида Метка Шреда Второй Выстрел Вообще 98 98 Пулич Вандор Максимально Быем Качнуть Ну Зона Там Зона 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 А где Зонер Алло А я Сканкинул В этом Ход Дебил Так Ну мы Убиваем Всех Как бы Это Не Кулить Лежку Я не буду Точно Никто Не видит Из обычных Не видит Не важно Короче Пробиваем Утону Потому что У тебя Пробивай Меха Так Ровненько В один ход Первый Пак Самый Опасный Ну хотя Может быть Третий Здесь Вполне Вероятно Что здесь Есть еще Третий Этих Б еще Спулить Отлично На наш Ход Пулем Еще И попадаем Даже По дроиду Под ранок Два Кальмара И один Дроид По дроиду Еще Стреляет Пехотинец Прекрасно На излете Блин Не хватает Дамага Уже Что-то Нужен Срочно Новый Тир Так Кальмар Один Спрятался Вообще Внизу Кальмар Спрятался Да Ну А пофиг Давайте По жирному 90% Марксман Попробуй добить Молодец Там 3др Просто Дамаг Редакшн Дикий Я думаю Надо Оставлять Все-таки Этих Пехотинцев На овере Хотя У них Есть Все-равно Возможность Трульнуть Не Давайте Шредо Еще Поэтому Покот Сами Да Потому Что Это Не Хочу Чтобы Здоровый Кальмар Здесь Был Пусть Пусть Уже Раненым Вылетает Вылетит 96 Может Быть Кстати Это Последний Паки Я В любом Случай Сейчас Буду Наверное Выходить На На Линию Под Аутов Не Не Знаю С какой Страны Их Лучше Спулить Слева Или Справа Куда Снайпер Подвести Видите Тут еще Заботливо Круг Обрисовали Чтобы Я Не Увидел Их Раньше Времени Это Приятно Да Наверное Отсюда Снайпер Снайпер Сюда Выведу Что Тут Явно Будет Прострел Тяжело Пулич Лучше Сразу Сюда Понятное Дело Что Нам Надо Будет Их Подсветить Желательно Бы Выставить Еще Рокет Так Чтобы Он Смог Уже Без разницы Откуда Пульт Выбудется Как Молодые Боги Не скажи Там Два Аута Необычные Ауты В прошлый Раз Когда С маршруткой Мы С вами Справились Потом Пошли На Ауты Там Уже Было Близко Потому Что Я Как раз Поторопился Забыл Пехотинца Снайп Не Видит Ни Хрена Были Проблемы Да Никого Нет На Карте Больше Короче Выставляем Снайпов Ориентировочно Вот Так Одного И Второго Рокета Ближе Для того Чтобы Да Прицелиться Этот Сапресс Перезарядка Здесь Чуть Поближе Возможно Приказ Пригодится Этого Вообще Лучше Вместе Со Снайпами Скипаем Ход Прицеливаем Со Снайпом Раз Прицеливаем Ся Даже Перезарядки Снайпом Два Завершаем Ход И Накрываем Все Это Безобразие Сканчиком Чтобы Актуализировать Их Местоположение Чтобы Снайпер Могли Сделать Первый Выстрел Без Укрытия Вроде Вижен Есть У Гауссовского У этого Нет У Гауссовского Тоже Нет Ну Как так Наверное Да Уже Есть Хорошо Что Скан Работает Дополнительный ход Скип Они стоят Руками машут Начнем с большого Он какой-то особенный Изгой Навигатор Поехали Бах Нет Навигатора Он Бежит На меня Это Он Видит Сразу Снайпов Мы Снимаем Скорее С него Кавер Жалко Что Я Не Вытел Сороки Там Он Молодой И Неопытный Но Кавер Ему Удается Снять Помним Про то Что Нужно Качать В первую Очередь Нам Разведчикам Если Киртанет Убьет Но Я Все С Метки Начну Ладно Прокачали Людей Сейчас Готовимся К штурму Баз Друзья Отдаем Террор Отдаем Страну Бойцы Отлично Справились Задачей Надеюсь Они Не Зазнаются Второй Пулич Кривой Пересплав И Там Немножко Раз Разбомбленных Вещей Тяжело Итак Мы ждем С вами Медика Страшилу После этого Летим На Так Псетестирование Это наша Подруга Ключ Это Второй У нас Делался Аннет Успех Так Я бы Еще Начал Назначать Снайпов Псиоников Для Нейроприцела Вот Этого Они Блин Фатижные Назначить Можно Можно Дождаться Рокета Вот Три Дня Отправить Вот Эту Рокету Отправить Три Дня На Тестирование Пока Не будем Короче Никого Отправлять По Кораблям Блин Беда Какая По Кораблям На самом деле Я хотел Заказать Типа Новых Для Того Чтобы Давай Сюда Закажем Перехватчик Две Лазерные Пушки Даже Еще Две Мы Делаем Модель Стабилизации Механизированной Благозащиты То есть Мы Идем Скорее Всего И с Разведчиком Инвизн С Грачом Гришкой И Идем С Танчиком Но Это Не Точно Не Точно Этот Мод Для Танка Стабилизация Можем Штурмовать Базу Модули Спутниковые Терроризируют Аргентину Правильно Требуется Дополнительный Модуль Система энергии Пришельцев Валерия Через Три Дня Ну Страшилу Ждем Правильно Ждем Страшилу Топого Медика Потому Что Это И Точность И Доп Приказ Плюс Мы Дмитрия Михайлова Скорее всего Возьмем Зоне Расси Механизированный Блок Защиты Но Здесь На самом деле Стоит Сделать Пару Модов Механизированный Блок Защиты Я Не Помню Что Он Дает Механизированный Блок Защиты Да Механиз Юли Дефенс Кор Аморин Который Добавляет ХП Уменьшает Мобильность Но Самое Главное Что Он Защит От Критов Присо С Очень Хорошая Тема Для Того Чтобы Криты Не Проходили Есть Еще Корбид Плейтинг Который Просто Добавляет ХП И Снижает На Двоечку Наверное Кор Аморин Сделаем И Кто Это Вскрыть Это Хороший Тактикал Сенс Тоже Танчик Прекрасная Штука Защиту Апает По количеству Урагов Вокруг Короче Надо Взять Называется Вот Усиленная Защита Ядра Стоит Недолго Дает Дополнительные очки здоровья Мунитет Клиническим Попаданием Пять дней Денег нет Пришельцы Терроризирует Страна Выходит Минус 50 ресурсов И Дислокация Воздушного Судна Завершена Кое-как 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 Все Просто Абы Как По защите Ужасно Надо Делать Наверное В литейке После штурма Базы Либо Бронированные Перехватчики Чтобы Просто Ну Не так сильно Пробивали Что было Не полторы Тысячи А две Две с половиной Тысячи Может Спутник Сразу туда Ну вот Я сомневаюсь Что мы Привязаны К топовым Отрядам А лишняя Активность Мне ни к чему Я и так Успеваю За шесть дней Ключевой Отряд Туда При Это Самое О Термогенератор Сколько у нас там 115-158 Короче Надо генератор сносить И строить Первую мастерскую Здесь По плану У меня места нет На мастерске Их надо строить Осталось только Где-то найти 200 баксов Опять продавать Да я не могу Ну не могу я продавать Нужные вещи Мне же еще Экзаль Сейчас сканить Надо будет Через пару дней Сейчас штурм вернется Через один день Просто разрушил И рад Так Медика нет Пачинка есть Инженеры на обломке Дронов Германии Хорошо Да пожалуй Я согласен Аркаша возвращается Строит Атанчик Дмитрий Михайлов Возвращается Джанк Это двойной Overwatch Для танков Но я жду Страшил Блин Да сколько можно Слышишь Он же вернулся Я пропустил его Как-то Все Поехали На базу Так Надо для начала Определиться Иду я с инвизным Разведчиком Или я иду С танком Здесь я беру Три топовых Снайпа Это понятно Снайперы там Работают Шикарно Дмитрий Михайлов Зонер Просто Просто великолепен Дальше Снайпы с гаусками Понятно Что нужен Медик Топовый Допустим Разведчик Гришку Грача берем Может даже Гида ему Может даже Хамелеон Да Я куда-то Чик движения Сылать Еще непонятно Так Допустим Пока так Пока так Но мне не нравится Эта тема Топовый Пулеметчик Обязательный Нормальный Позиция Нормальный Позиция Михайлову Гауску Ну он же Зонер А че ты Че ты Просто Для танка Места Нет Да Инжа Нет Инж Есть Кстати Вот он Вернулся Инж Инжа В любом случае Берем Ну вот Он у нас Сканищ Инж С ремонтом Между прочим То есть В теории В теории Можно еще Танчик взять Тем более Там моды у него Шикарные Валеру возьмем Допустим Допустим Один слот Остается Жесть какая Ну медик Реаниматор Это первый вариант Есть у меня тут Один такой Каратист Следственно Бесполезное Создание Если все Ровно идет Блин Как же Хреново Ладно Давай начнем С основы Дмитрий Михайлов Раз Два Три Четыре Инженер Пока что Раз Пока что Два Но у него будет Четыре скана Ну или Два скана У него же нет Глубоких карманов У него два скана будет Я могу ему Вместо Двух гренок В принципе Выдать Сканы Тогда у нас Их будет Пять Но двух Гранат Мало Но сканы Нужны Итак Валера Миниган Гаусса Дальше Что Мы можем Его на Овер Поставить Типа Овер Двойной Выстрел И Комультивка Такое Или прицел Просто Потому что Сопресс У меня танк Никогда не Сопрессит Практически Никогда Не Сопрессит Еще Датчик Движения Нужен Если Я его Не даю Инжу Блин Так Хочется Прицел Валере Дать Тогда Разведчику Надо Убирать Хамелеон И давать Датчик Движения Ладно Допустим Следующий Снайпер У нас Бронекостюм Гаусс И Все Таки Прицел Они Мажут Блин Не Мажут Получина Сагида Тяжелый Имплант И Прицел Потому что Там Что У тебя Прицелов Опять Не хватает Что За Дело Раз Два Три Четыре А я Не Невролинг Сделал Болина Сегодня Утром Прибыли Новые Инженеры Я Сделал Прицел Для Психо Снайпа Мне Нужно Конвертировать Собственно Ой Только Не Труп Матонов Черт Черт Непонятно Что Продумаю Ну Вот И Зачем Мне Аркаша Если У 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 Кого Там Еще Или Второго Нет Второго Инжена Все равно Нет Наменял Ты Наменял Прицел Прицелы В любом случае Пригодятся Потому что Если мы Сделаем Доп Доп Слот Для этого Осталось Убить Всего лишь 19 Литных Мутонов И Сделать Соответствующее Исследование Короче У 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 Чисто Подсопрессовываем Блин Убираю Валеру Пока Убираю Валеру А у 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 Четыре Мобильности Ну Гиды Мобильности Двоечка То есть На две Единицы Самое Главное Что Повышает Четыре Снайпай Четыре Снайпай Это нормально Единственное Если бы У меня была бы Еще одна Гауссовская Я бы Согласился А так Вряд ли Короче Непонятно Кому я Банши Сделал Вообще Неясно РПГ Гаусс Естественно Здесь Все таки Учитывая Точность Автомат Гаусс Короче Рокет Медик Который Ресает Да Надо брать Кого-нибудь Живого Пехотинца Топового Например Ну Либо Отказывается От разведа Инвизного Берем Джанго Ой А под Джанго Он Вообще Хорош У него Волк Одиночка Он Псионик Но под Него Тоже Прицела Нет Ёп РСТ Гранат Крайне Мало Жуть Какая Серьезно 2-3-4 Можно Отменить Неур Вот этот Вот Линк Потому Что У меня Все равно Псиоников Снайперов Нет Пока Что Они Там Тестируются Да Снайпер Регенерирующий Биополем Закинуть Сюда Я хотел Инженеров Которые Вернутся Да Давайте Я Нейроприцел 18 часов Да Ладно Ничего страшного Отменить Заказ Ну Не хватает Прицела Не хватает Прицела Для человека Которому Нужен Прицел Прям Очень Нужен Прицел Так Из Кого Мне Снимать Эгиду С Медика С Пулича Или С Разведчика Блин Разведчик Опять Ладно Хрен с тобой Баньши Даем Маневр С Плюс 10 О Итак Какой у нас план Датчик движения Есть у разведчика Пулеметчик Контроль Ног Страховочные аптеки Вдоволь У медика Густых дымов Всего 4 Но че ж поделать Горенок немного 3 снайпа В общем Перепроверю Там Гауски Это наша Пятая Блин База Стоп А зачем мне Инженер Сканищий Если у меня У разведоса Еще сканы Будут Там не так Много Их Будет Ну плюс Инвис Ищем Что ты Предлагаешь Ну Вместо Сканов У тебя Все равно Будет Два Скана И у Этого Возьми Химку Например Если Жопа Будет Химическая Грана Тебе Может Помочь Ну Либо Это Либо Либо Светошум Но ты Не псих Поэтому Не Светошум Все Короче Друзья С богом Полетели На базу Отдали Одну Страну Плановый Террор Хрен С ним Как раз Не было У нас Времени Второй Вариант База У меня Пришельцы Готовы Оказать Сопротивление И уже Сейчас Стягивают Отряды Сразу Датчик Но Людей Не Вижу Хорошо Уходим Направо Блин Тут Фулкавра Вообще Нет Чтобы В инвис Уйти Справа Пока Я Не Вижу О Тут Вообще Открыто Я Не Помнил Про Это Ладно Всеми В угол Вот Сюда Для Начала Забегаем Нифигасе Там Маневрение С Баншой А Еще Работает Бонус По Банда Воинов Называется Смотрите Плюс 6 Бонус За каждый Континент Меткость Всем Еще Апнута Сражайся С Честью Приспособленец Командир Рядом Вызов Метки Нормально Живем Я Готов Пока Живем Так Пока На Рыбке Три Скана Уинжа Зонер Дмитрий Михайлов Уходят Подставлять Уже Сразу Как Собственно И Пулич Блин Пулич Как Так Только Не торопись Прошу Тут 50 Тел 50 Карл 50 И Непонятно Как Разведчик Вообще Бежать Надо Счастливо Проверить Через Камеру Проходить Черт его Знает Дроиды Близко Слева И тут Топают Кто-то Уже Похоже На Симана Бутоны Два Пака Здесь Рядом Минимум Крысы Кибердиск Блин Еще Мутоны Оооо Септоиды Ну Может Командир Спак Мехтоид Просто Безбестяри Еще Мутоны Так Минимум Три Пака Мутонов Мутонов Три Так Для начала Что мне нужно Слушаюсь Нужно Увести И выцелиться С наками Для начала Спешу Спешу Слушаем Там Лежишь Шпак Прям Похож Это Хорошо Значит Слева Близко Никого У меня Послышалось Не Ну Они Тупают Прям Здесь Или Оба Пака Здесь Рядом Блин Мне кажется Надо Сразу Со Скана Начинать Сотоваться Не Очень Хорошие Еще Рокет Стоит Фланг Оставляет Фулл Камер Соскай Да Я В курсе Ну А Так Ты Не Пробежишь От От Них Дальше Ну То Это Все Рано Тебе Нужно Подниматься Вижен Нет Никакого Короче Да Здесь Нужно Закидывать Скан Блин Так Нельзя Бегать Даже Тентакли Потому Что Поехали Давайте Я Сначала Выставлю Рокета Он Не Нравится Мне Как Он Стоит Снайпы Тоже Не Идеально Стоят Говоря Сканирую Сканирую Блин Надо Было Скан Наверное На Этот Ход Кидать Выходит Мутонов Много Мутонов Один Милишний Минимум Мажем Попадаем Блин Жесть Один Милишний Еще Два Овера 70 60 Попали Оба Минус Один Милишний Мутонов Еще Еще Справа Могут Прибежать Ядреть Спокойно Крысы Спокойно Блин 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 Жара 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 Какая Не дай бог Сейчас Право Еще Выбег Нет Живем Итак Милишный Милишный 68 78 83 Не всех Видит Что там По снайпам Раз Два Три Блин И вот Не факт Что я их Увижу Когда они Подбегут Ближе Снайперами Понимаете А я должен Сначала Бахать Шредой По ним По крайней мере По этому Должен бахать Шредой Поехали Раз Не споники Вот сейчас По ближнему Можно И нужно Бахнуть Снайпом С критом Как надо Прямо Прямо Как надо Чтобы Пробило Хорошо Так Здесь Дым Сапресс Скорее всего Возможно Грянку Закинуть На мутонов Чтобы Поперестреливать Это все Безобразие Ты видишь Четверых Скорее всего Увидишь И второго Короче Полич должен Пытаться Попасть По ближнему Он его Не видит Просто Он его Не видит Варианты Че-то Мне не нравится Одну Грянку Закинуть Опасный Момент На самом деле Может быть И стоит Пробежать Грянку Закинуть Спокойно Индезон Тут не справится Не давайте Рокет Рокет На этих Троих Слишком Серьезную Опасность Этим Товарищем При И там Все каверы Разрушаем Один Разрушили Второй Разрушили Третий Не совсем Ну по крайней Мере Сейчас Дмитрий Михайлов Может Пострелять Может И как Говорится Должен А Вот так У тебя Да Он может Выжить Тут лучше Нет Подожди Возможно Шедана Мутона Которого Мы должны Выманить Еще Варианты Нет Да Вот так Вот стреляем И выводим На Улич Хорошо Крит Побег Медик В последнюю очередь Мне интересует Пулич Со своим Вторым Выстрелом Он не Видит Мутона Просто Не видит В упор Блин Не знает Что ему Стрелять Надо Возможно Дальше Выводить С этого Мутона Так Пехотинец 80 100 187 Снайпы До войной 100 Как будто Он убивать Пехотинцем Будем убивать Что-то Поделать Давай лучше Каверного Убьем Потому что Единственный Кто Соточку Дает По нему Дальше Соответственно По Тебе Дмитрий Михайлов Еще один Выстрел Можешь Сделать Тут Кислотка Есть Если что Медик Снайп Не видит Ни хрена Ты стреляешь Нет Выманиваем Может метку поставить А все-таки Разведчикам Надо ставить метку Выманивать Мутон на себя Ну по крайней мере Метку поставить Потому что я его Ну конечно Ой-ой-ой-ой Не стабильным Ладно Пехотинец Раз Надо его вывести На пулич Блин Не видит Его Пулич Тоже не видит Ядрить Что за Ставлю Вот так Ставим по мутону 99 Выманиваем на себя Ну Как-нибудь То хоть выбеги Ну Вот Должны Есть Наконец-то Мутон видит Соответственно Да и медик видит Но это добивает Вот этого товарища Да Не, не факт Нам бы по-хорошему Добить Мутона Без использования Ладно, забей Стреляй Так Есть Молодец Все Тогда мы С большей вероятностью Убиваем дальнего мутона Блин Еле-еле Это один пак На тебе Справлюсь Жесть Готовность номер один Дроны рядом Ну, крысы, мутоны Еще там Кибердиски Миктоид Это понятно Все Дайте мне ходик На перезарядку Пожалуйста Рокет уже Один потратили Хотя Гренки Не стали То есть Пока Кислотки Живые Все В порядке Так Здесь Перезаряжаемся Надо было Убрать Разведчика Кстати Он Очень Опасно Стоит Перезарядка Перезарядка У него К сожалению Нет нормальной Перезарядки У У Джанга Да, справа Ближайший пак Вот туда Я скан хочу Тереть Да, да, да Очень опасно Там длина О них Все хорошо Простреливается Снайпами Почему же Если жизнь С паком Вот он справился А представляешь Одновременно Выбежал Второй пак Что бы я делал Короче Закидываю скан Подальше Скажем Вот сюда Вот прям Тут у нас проход Дверь Ой, кажется В дверь прям кидаю Дурак Я перепутался Видели? Есть Контакт Есть люди Дроиды Просто дроиды Да, просто дроиды Стреляем Там даже Ну у них главный Вроде дроид есть Вот и как раз Надо расстреливать Прям расстреливать Расстреливать Пока есть Опция такая Встреча в аду Знаки работают Просто шикарно Но рычали мутоны Слева Обычно Так бывает Если ты пак Рядом бьешь И вот он И такие То есть Это Реально Рядом Пак Внимание Все на позиции Стоярочка Что у меня не было видно Готовная Главный у них Второй Скрыл свежен Подлец Но этого вроде Я должен видеть Снайпами тоже Я надеюсь Дрон босс Ну это не босс Это просто Под лидером У него чуть больше статов Я не видел никогда Босса дрона Но видели уже летуна Этого психованного Дредноут Видели тоже Летун психованного Которого 140 меткости Который мне от пехотинца Под фулкавером Под густым дымом С 60% вероятностью Провел Это дрон Это еще что Улетает Молодец Вот его бы сейчас Подсветить разведчикам Не сканом А именно просто вручную Потому что он не на овере стоит Конечно могу пак слева спулить Сейчас посмотрим Как-то по входикам Без танка я чувствую себя Незащищенным На самом деле Вот здесь бы танчик С мастером ближнего Боя этих Двух мутонов Размотал бы Изи На таких контактных темах Он очень хорош Ладно С богом Видим дроидом Забираю похищенных Но зачем им нужны люди Нет-нет-нет Лот с собой Там кавер снесся После этого Я присмотрел клип Все готово Все готово Сбиваем второй пак Этот готов Очень странно У меня тут Как будто у них укрытие нет Сейчас надо послушать Где следующий пак Но я думаю Что вот по центру Я даже слышу шаги Близко Топот Прям топот Близко Причем Мутоны Ой-ой-ой Не надо Не надо Не надо Не надо Так Разведчик Инвиз Проверяем Они где-то здесь Не торопимся Только не торопиться Пожалуйста Давай Инжес Я бы еще одного Снайпа Увел на Линию Сюда Это более полезно Сюда Продолжим Прям здесь Были Да-да-да Что там за звук Влевую Крыс Еще где-то Рядышком Не, они слева Топот слева Следующий пак Еще есть То есть тут Скорее всего Два пака В общем Нужно придумать Каким макаром Их Страгерить Тут полуукрытие Надо гренками Типа разваливать Чтобы Все было норм Не хочу И датчик Юзать Последний скан Немного Расточительно Короче Я попробую Акцент Пройти Нет Может быть Что за чертовщина Можете проверить Сначала слева Перевести снайпов На центральную Гренкой Снести Гренкой Снести Ковер Вот этой вот арочкой Потому что Мне негде Там С этим разведчиком В инвиз Прятаться Понимаете Просто негде Приступаю Здесь нет У камеры Поэтому я Скорее Сейчас проверим Прислушаюсь Да Скорее Они там Конечно Что это было Правее Правее Нет там Два пака Там два пака Блин Вот он И рядом Похоже Там два пака Может они звучали Прям вот Направо Туда Что же Делать Что же Мне делать Здесь я Никого Под клетком Не вижу Разве Что Вот эта Подозрительная Клетка На которой Нельзя Встать Да Это Она И есть Поверяй Не Видно Друзья Пачка Мутонов Особенно Две Пачки Мутонов Нормальных Это Очень Опасная Хрень Особенно Если Они Добегают Поэтому Я хочу Их Увидеть И начать Самостоятельно На длине Их Простреливаться У меня Хотя бы Запас Был По Ринжу Валера Без Короче Я не могу Под Фулл Кавер Подойти К сожалению Потому что Меня могут Флангануть Сразу Разведчик Это Минус Развед Будет Поэтому Сканем Так Никто И Два Милишных Мутона Нифига Себе Элитный Мутон Три Милишных Мутона Вы Чего Ребята Вы Чего Охренеть Ну Мех Как Раз Блин Мне Надо Меха Бахать С критом Первым Выстрелом Финтак Стоять Будет В этот Ход Мне Кажется Нужно Элитку Сначала Бахнуть Сколько у него ХП Не знаем Да Еле Без Крита Хотя Бранить Потому что Крит Лучше Оставить На Берсов Да Давай Крит Бесприцельного Короче Пока Рейндж Есть Надо Работать Они Болятся Боеготовность Милишные Сразу Бегут На Меня Охренеть У них Там ХП Просто Дичь Я думаю Это Ширда Все равно На Всех Ширдам Пусть Лучше Подойдут К Пулеметчику Короче Это У меня Просто Дамага Может Не Хватить Решение Кисладка Сейчас Закинуть Еще Наверное Чтобы Они Ближни Подбегали Снайпам Потому что Подбегут К снайпам До свидания Кислотка Конечно Кислотка У тебя уже Инжи Походил Приказ Кислотка Сто процентов Дым Блин Дым Рановато Еще Ах Нельзя Дым Кидать Если Не кину Дым Мех Меня Ушатает И дым Нужен на этих Троих По крайней мере На этих Троих Аккуратно Типа Чтобы Что Мех Добегает И все До свидания Приказ Нужен Блин Такая Жесть Что Вообще Не Это Самое Ни Ниф Нифига Нифига Просто Это Точно Инж Перепроверь Точно Инж Только Кислотка Нам Позволит Их Перемещение Немножко Замедлить А теперь Надо Пробивать Снайпами Причем Скрита Сразу Жим Или Пулечим Сделать Выстрел Штраф Пока Нет Там Хотя Бо Метка Будет 86 Это Очень Плохо Давай 78 Раз Родной Давай Попади Хорошо Без паники Кислота Работает 68 По второму Надо Ставить Метку В любом Случай Есть Попал Отлично Газовский Пулемет Тащит Так Значит У тебя Под крит 96 Поехали На Нормально Справляемся Может даже Меха стоит Бахнуть Нерноват Ты Булки Расслабил Нет Короче Здесь Пытаюсь In the zone Отстрелить Снайпом Холявный Выстрел Был Мне кажется Надо Этого Бахать Просто Обычный Выстрел Без Крита А с Критом Бахать По Мехтоидам Потому что Этого Мы Должны Размотать Да Нормально Все Хорошо Снота Еще Дэмэдж Редакшн Уменьшает Но Этот 66 Нет А Вот Этого Да 178 Крита Давай Родная Бах Как Снайпы Работают Ядрить Ну Дмитрий Михайлов Добивает Этого Скорее Сего Остается Один Элитный Мутон Раненый Ох А может И не остается 70% Можем попасть Один Хит Ну конечно Не идем за ним Ни в коем случае Просто Аверим Блин Размотано А паники то было Так просто В аналогичных Ситу Опа Еще Пак Крысы Вижу Летоны А зомби Крыс Надо сразу Пока Не проток Скан Пулить Дистанция Есть Ну и что Было дикого Ну ты бы Залил Этот Скорее Всего Тебя Добежали За неправильной Последовательности Ну как Естественно Когда Со стороны Это вообще Изи Вообще Ничего сложного Я считаю Нет в этом Крыс Скана Нет Дым Стрела В конце Кидать Ага Спасибо Еще Эксперт После После приказа Да дым Кинуть Ты рекомендуешь Хорошо Спасибо 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 За совет Fox and Frog Прям Типично Синеведенье В следующий раз Обязательно Так и сделаю Эти попытки Убили Перезаряжаемся Подходите Справлюсь Готовность номер один Ну подходите Крысок Придется Подсвечивать Так ну это Три пака Это Три пака Подготовка Пока Повеселимся А теперь В бой Все сильняки Раздают совет Еще мандеру Это правда Это правда Инвиз я вижу Рейндж Но он за пределами То есть мне надо будет Следующих вот сюда Подойти Я не хочу тратить Уберу 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 Это не зомби Кто-то топает Здесь Кто там Зомби Ну я пулю Так Этот пак Ну чтоб крыс Пробежали Так Крыса без мамки Очень простой пак На самом деле Особенно На такой дистанции Особенно Для снайпов С зонером Ну в смысле С Дмитрием Михайловым Короче Главное Сейчас отступить Вовремя Вовремя Подсвечивать Что за чертовщина Крыска здесь одна За углом Хитра какая Да, октябрь Сейчас октябрь Еще мехи есть Мутоны есть Блин, вот это вот Меня два раза Спросить не надо Но они Не все на меня Побежали Но они не бегают Я просто не хочу Отходить Чтобы подсвечивать Их нормально Хоть как-то подсвечивать Но убегает 58 Это развед Но этого Молниеносных нет Поэтому скорее всего Пехотинцев Шатает с пулеметчиком Но подходим А он может не добежать Еще даже Замбар идет Но это да Это реально опасный пак И новые 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 Слева бегут Там Мне кажется Там отдельный пак Все-таки Там отдельный пак Они так крутятся И крутились Даже когда не было Конечно не стоит Тратить здесь Второй выстрел На самом деле Это ошибка Потому что как раз Сейчас слева Какой-нибудь более опасный Пак подойдет И что ты будешь делать Никто не видит Эту крысу Кроме Вообще мы Это четвертый Даже пак Да получается Четвертый Пятый Слева Такое Я не припомню Чтобы такое На базе Было Блин Что ж Не подходит Надо подсвечивать Да он вообще Потерялся Смена магазина Я знаю Скажем Начинаю Допустим Ну на Кунцумир Он не добегает Я хочу Чтобы была У них видимая цель Чтобы он В движении Паш Да Пришел 92 мимо Неплохо Слушайте А может Алина Ресер Позволит Может Бежать Блин Быстро Новая крыса Game Шустро Да ладно Все таки Грянку Надо будет Я Справимся Ничего Четыре крысы Убьем Главное Чтоб слева Не подошли Сейчас Разведчик Наверняка Сейчас В этот Скафандр В броню Свою Фулл блок А какая разница Вообще Нет Как выяснилось Ну и Начинается Вот у нас Фулл блок Показываем Раз Фулл блок Пора рисовать звездочки Два Фулл блок Этот готов Три Пока без критая Потому что я все равно Дмитрий Михайлович Смогу добить Двойной Не тратим По второму Четыре Это еще Пехотинец Сработает Кританул Даже Окей Не я Дмитрий Михайлович Добил Ну для того Чтобы хотя бы Не тратить Двойной выстрел И Перезарядиться Этим товарищем Остался Один зомбарь Время убивать Все готово К бою готов Я саму Внимание Можно начинать И надо Слева проверить Пак Еще же Два босса На этой базе Боссы Наверное Самые опасные Внимание Все готово Да Зомбарь слева Он подотстал Остальных Ну и мне нужно Вот Как-то без Страты Скана Подсветить Слева Мне еще Везет Нарез Везет Что здесь Как бы По одному Я с паками Справлялся Сначала Мутон Потом Дрон И Крысы Блин Ну как же Здесь Это быть А Давай Вот Таким Вот Образом Продержим Риск Никого Верен Вообще Нет Но Я буду В следующий Раз Мута Пак Мутон Пожалуйста Что это Было Пак Мутон Топают Прям Ну Топают Я помню Как раз Вот Такие Вот Звуки Именно Топающих Ног Это точно Был не Зомбарь В той стороне Это Новые Мутоны Проблема В том Что здесь Фулкавра Нет Вообще Нет Фулкавра Мне нужно Подводить Сюда Инжа И снимать Чёртов Камера Может Имеет Смысл Слева На всякий Случай Проверить Людей Маловероятно Тем не менее Чтобы Перевести Снайпера По центру Хотя бы Одного Это желательно Перевести Лучше Двоих Ясно Начинаю Движение Кстати Не только Их Но пока Не сейчас Мехотинца Можно Конечно Ясно Начинаю Движение Не стоит Митрий Михайлов Остается Здесь Сколько тут Паков Размятились Это 60 Человек То есть В среднем По 6 Паков То есть 7 6 7 8 Слышите Вот Вот он Топот Вот он Топот Прям Откровеннейший Топот Я бы хотел Я бы хотел Сразу Закинуть Сразу Разведчику Туда Хритим Да Близко Они Реально Близко Возможно Я поторопился Фулл Кавер Поехали Инвизным Разведом Смотром Не вижу Значит За Вот здесь Они бегают Тем лучше На самом деле Было бы хуже Если бы они стояли Прямо там На поле Я такой Добрый день И не успеваю Подойти Потому что У меня снайпер На полпути Бегу До всех Надо подводить Кроме Скажем Одного Снайпа Дверь Даже Закрыта То есть Они Что там За звук А 5 50 55 Иначе Игра Вестник Разраб Писали Привет Медлок Спасибо За Информацию Все Вообще Знаю У нас Такие Папашки Чуть Не добегая Блин Под Вингизм До этой двери Но пока Нельзя Добегать Потому что Только Только Мы с вами Доходим До Нормальных Укрытий Сделаю Итаж Не доходим Еще Слушайте Я бы Пирог Привел Не нравится Мне Ситуация При Который Я Уже Там Рокет Или Пулешь Находится Гарантированно Вместе Откуда Нибудь Смогут Помочь Это Люди Которые Должны Иметь Возможность Сапрестить Должны Должны Возможность Скидать Ракеты Так же Как Ринж Должен Быть Тоже Поп 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 Смотрел Твои Стримы Ты же Псих Ненормальный Так Значит Небудь Тихий Стримы Она Особо Не поможет На Следующий Код Я По Крайней Мере Смогу Добежит Ясно Добегаем Котинцам Для Того Чтобы У Кулича Было Больше Шансов На Подойти Она Эту Добегает Снайпы Почти Готовы Медика Ближе Подводить Не Стоит Инжа Я Б Подвел Даже Так Этого Не Надо Подводить Все С Богом С Богом И не прицелился Снайпами Дурак Вполне вероятно Они на Следующей Платформе Будет Спускать Снайпов Вниз Закидывать Сканы Пытаться Просветить Но мне Казалось По звуку Потому что Они Да Вот они Флангуют Сейчас Минус Развед Может быть Это Элитный Мутон Герой Это Точно Какой-то Геройский Товарищ Кто Это Башар Общий вид У него Приспособление С воля к жизни Сопресс Неросмягчение Крит Тактическое чутье Вызов Адаптивный Огневая Часовой Кумулятивка Бомбардировка Ёпп РСД Свинцовый Удвоенная Сопротивляемость Ёпп РСД Ай Не прицелился Снайпами Да Ай да я Мне кажется Что надо Кавер снимать Потому что Я его никак не пробиваю Рокетом Пожалуй Рокетом У меня два Хорошо Мне в разведной Не выстрелили Столько ХП у него Тяжелый Плазмер Триндец Все Кавер сняли Ну давай Родной Метка Обязательно Сюда Обязательно Пытаемся попасть Понятно Ядрить Плохо Есть попали Фух Так Не факт Да лучше Пехотинцем Скорее всего До 86 Крит На Босс Вообще Не почувствовал На самом деле Кто такой Откуда Пришел Побахаю По мутонам Чтобы они Поближен Его миньонов Ушатываем Просто Изи Кто такие Непонятно Допрос Бошара Давай Конечно Дугомет Не принеси Пожалуйста Мне не нравится Что тут Мутон Он скорее Отойдет Конечно Давай Дмитрий Михайлов Пробуем Добить Зон Раз Но это Первый Босс Рисовать Звездочки Только за него Экспидали Я не увидел 60 Экспидали Жирнота Лучше С критом Потому что Скорее всего Поблизости Баков Больше Нет И Уходим Ну не заметили Босса Ну хотя У него Всего Во-первых Это один Пак Во-вторых У нас Полный Ход Их Всего Трое Все Все Карты Были У меня На руках Но еще Будет Босс Я не встречал Еще меха Босса Ну мех Должен Развалиться Просто От снайперов Если Будет Ренч Просто Мы ему Еще Не дали Действовать Понимаете Если Бо Он Начал Там Стрелять Вот так Дважды Там С этим Общим Видом С тактическим Чутьем Ну в смысле Тактическое Это по нему Сложнее Попасть Не важно Короче Там У него Все Нормально Зомбар Еще Не забываем Про Зомбар Он Где-то Там Топает Что Было Если Ты Взял Бошара В плен Оказывается На боссов Не распространяются Допросы То есть Это Был бы Такой Элитный Мутон Мне Даже Труп Ценнее Потому Что Элитного Мутона Мы Уже Допросили А Трупы Нужны На Разгрузку Но Влетели Они Конечно Очень Жестко На Овер Хорошо Не Встали Да Один Фиг Босс Или Нет Да Хорошо Самый Прикольный Это Секнопод Босс Он Просто Очень Большая Надеюсь Я Доживу Главное Штурмовать Базы Штуки По Две Каждый Месяц Короче Пытаемся Подсветить Подинвизом Там Где-то Зомбарь Кукует Я Пока Не Вижу Следующий Ход Скорее Все Придется По Кляточкам Перепроверить И Закидывать Уже Спускать Снэпом Закидывать Скат Закидывать Что Чем Оперативников Боссов В Эксквами Нет Рандомные Оперативники В общем До Писаты Да Не Все Как Герои Так Грач У нас Проверяет Вроде Все Абсолютно Ровно По Клеткам Там Ни хрена Правда Не Видно Что Убежал Нет Я Мискликну Медрит Ты Дебила Кусок Вас Поняла Я Нажал Escape Уже Отпустив Руку Так Я Не Приноровился К Этой Хрене Почему Я Снайпами Не Спустился Сразу Вниз Сюда Вот Спускать Ну Или Назад Неважно Главное Чтобы Разные Вглы Были Пытаться Прокинуть Скан Желательно При этом Прокинуть Скан Инжем Потому Что У него Т2 Осталось А У Разведа 1 Спускаемся Так Тим Резко Влево Ну Уже Шевелись Как повезет На самом деле Еще один Ход Я потрачу На приготовление Еще Выцелиться Максимальным Углом Карта Бас Всегда Одинаково Их Два Типа Бас Есть Собственно Это Второй Тип С Тремя Проходами На старте С Балкончиком Дебильным Который Скажем Ты не просматриваешь Нормально Все остальное Я пошел Так Ну Ладно Дмитрий Михайлов Готов 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 Ты Сюда Скип Хода Там Как правило Есть Пакет Там Достаточно Большая Такая Зона Там Точно Будет Зомбарь Понятное Дело Но Я Хочу Жал Какой Непонус Тут И так Игра Мега Проработана И боссов На самом деле Их Ну Они рандомные Их Много Короче Подсвечиваем Куда-то Вот сюда Нужно Скан Закинуть Не сможешь Что ли Должен Серьезно Что Серьезно А Может Тут Такая Дверь Дверь Клевая Клевая Которая Перекрывает Как будто Угол Я Не могу Из-за Угла Да Это Кривой Угол Блин Причем Слева Вроде Нормальный А справа Кривой Игра Ты Чего Реально Он Из-за Этого Угла Криво Выглядывает Сейчас Перепроверим Просто Одинаковая Одинаковая Дверь Все Одинаково Баговный Кавер Взрывай Грен У меня Одна Грена Осталась У меня Тут Один Инженер Трое Раненых Двое Нав Пси Мне Еще Гран К Одна Пригодится Взрывай Одна Грена Что Нифига Себе Ну Давай Вот А С Этого Можно Мажор Медлокс Советует И Никого Просто Никого Что Серьезно В прошлые Разы Там Два Три Пака Было Ну Ядрить Ну Как Так То Может Пройдем Ставка Ну Все Как Не Тут Могут Быть Люди Но Скорее Всего Они Либо Статичные Стоят Где То По Сторонам Блин Так Не Хочет Разведчикам Бежать Проверять Лицом Это Все Дело Там Еще Зомбар Где-то Один Стоит Хрен Узнает Где Давай Лучше Сначала Сюда Зомбар Стоит Там Где И Раньше Да Я Хоть Проверил Короче Надо Сокращать Надо Сокращать По крайней мере Под Под Вот этот Кавер Следую К указанной Точке А не факт Что я С него Смогу Стрелять Правый Руковой Бросок Проехал Поэтому И правый Баг Нет Потому что Больше Здесь Места Занимает Видишь Как Здесь Занимает По Клеточке Ровно Смотри Как Здесь Он Выпирает От Клеточки Такое Было Вот Эксперты Они Вот Им бы Ляпнуть Какую Хрень И Все И Он Уже Эксперт Да Ну Я хочу Все равно Наверх Забраться Пока Что Для Этого Мне Нужно Подсветить Я Попробую Сейчас По Флангу Зайти Этим Разве Дос Глядишь На свисте Полуукрытие Просто Хотя Нет Не везде Неплохой Мест Давай Вот Он Сучок Пропить Стук Не надо Миш Там Легко Может быть Еще Один Пак Которым Это Тупо Не Готов Координат Получен Разберемся Снайпами Желательно Будет Подходить С Одинопременным Прицеливанием Может С Зомбаря Он Он Вообще Там Никак Не Угрожает Потому Чтобы Добраться Ему Нужно Так Дико Обойти Влево Ну То есть Он И не Может Подняться Меня Не Зомбарь Пугает Меня Пугает Неизвестность При Заходе Наверх Я должен Проверить Сначала Что В этом В этом Зале Без Кана Желательно Проверить Что В этом Зале Никого Нет Но Это Сложно Сделать Пока Зомбарь Жив Будь Он Неладен Поэтому Надеюсь Вхожу Да Мы Его Тут Постреляем Молодец Никто Больше Практически Помочь Не Может Кроме Инженера Несчастного Народу Еще Осталось Половина Половина Причем Там Есть Еще Босс Принято Сделаем Уберем Зомбаря Чтобы Он Не мешал Не Ну Дал Нашему Разведчику Спокойно В инвизе Пройти Вот Потому что Иначе Я Ревелюсь И все И бегу Вперед Так Противник Уничтожен Еще Подобрать Какой-нибудь Интересный Фулкавер Здесь Интересный Фулкавер Это Плохой Вариант Или датчик Движения Юзнутя Давай датчик Да боюсь По датчику Вроде Все Поехали Есть Все Нормально Забираемся Наверх По-быстрому Ну же Шевелись Все Жесть Уже Выдвигаюсь Снайпы На рывке Теперь Да куда Давай Пошел Как можно Быстрее Занять Ту Рахатуру Надо За дело Принято Двигаюсь К цели Есть Выполняю Тяжелое поле Чего Один ход Добегает Нормально Слушаем Открыть Так Ладно Там Мне запрос С камер Не забыть Бы Направляюсь На точку Так Ну мы знаем Что теперь Забраться Можем Все Таким Я пошла Занимаем Занимаем Ну хотя бы Так Сверху Мы С ключевой Конечно Здесь Снайпами Остаться Остальные Пойдут Вниз Для того Чтобы Снайпов Отзонить Ой не хочу Полево Проходить Я до конца Не убедился Потому что Там никого нет Лучше уж Потратить На половинку Кода больше Но Сын мой Что ты делаешь Взять базу Экзальт На базу Экзальта Вандорна И дальше Поймешь На базе Принимаю А вандорн Экзальтовец Что я не знал Вас понял Я до акционика Нет Надо еще брать Людей Стеф Они все Кто ранен Кто тренируется Да понятно Что за чертовщина Сейчас Ну вы помните Это место Там меня полег Как раз Пехотинец Еще Кто-то там Ложился В этом месте Снайпы Сверху Здесь Не так хорошо Стреляют Они Довольно Ограничены В плане Выбора Целей Проверим Все таки Лжем слева Но вроде Никого нет Все хорошо Выставляем Снайпов По разным углам Что? Ой Разведчикам Боеготовность Молодец Молодец Мне не нравится Еще количество ХП У разведчика Но он не взял Титан Он взял Банши С другой стороны У него там 20 В каши Маневренности Много Тактическая Читая Есть Выполняю Прицеливаем 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 С два Куличек Конечно Поставить Прицеливаем С три Все Сейчас Сейчас Нужно Принять Решение Либо Это Скан Они там Ходят Либо Мы пытаемся Разведчикам Подсветить Там легко Может быть Парпак Потому что 25 человек Еще Как минимум Осталось Вот Но здесь Полных укрутий Нет Вот Хорошее место Кстати Поехали То есть Это Фланга Не будет Фулкавер Будет Никого Не видим И дальше Ох По клеткам Пока Вроде Ровно Там Все Я подойду Инженерам И Скорее Всего Подойду Пехотинцам Эти люди Которые Не смогут С этой позиции Работать Но Могут Быть Весьма Полезные На контакте Пуличи Бы Еще Но Тяжелый Пулич Может Из Такой Позиции Нормально Пострелять Сделаю С Богом Друзим Буду На чеку Иду Наблюдение Сканирую Ну чего Слушаем Так Там Вот Это Вот Зона Где Часто Бывают Паки Потом Дверь И выход В командирскую Уже Ну Финал Ну че С Богом Нету Никого Да Нет Не Не Можно Какая Жесть Будет У двери Вообще Шесть Паков Там Пять Шесть Паков Так Они Они Могут Здесь Черт Разведчик У меня Ни Другого Выхода Как Стасиску Сюда Снайп 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 Скоро Что Они Там Ни Хрена Не Работать Можно Одного Жара А может Лучше Скан Прокину Дверь Открыть Скан И Посмотреть Что Там За Дверью И Не Подходить Сюда Всеми Че По Клеточкам Здесь Здесь Нормально Ох До 26 Человек Всего Убита Они Все Внутри Они Все Внутри И Снайпы Отсюда Работают Очень Хреново По Этой Теме То Нужно Размещать Раз Два Три Четыре Пять Нужно Выставлять Снайпов Там Раз Два Три Как Нибудь Ну Или Гренкой Снимать Стенку Оставлять Снайпов Поодаль Да Давайте Так Лучше Делаем Я Лучше Гренку Последнюю Потрачу На Эту Стену Оставлю Все Рано Джангов Соленово Просто Он Будет Волк Одиночка Там Раз Раз Заплотнять Но Должен Кто-то Держать Там Эти Безумных Людей Всеми Блин Такая Дистанция Конская Чего Ты Начинаешь Помнишь Как Там В этой Двери Было Все Плохо Не Надо Миш Пожалуйста Проверяем Здесь На Всякий Случай Уголок Подозрительно Выглядел Бронение Есть Нет Кибердиск Это Что За Звук Это Вот Кибердиск Но Не Хочу Ближе Подходить Потому Что Очень Высокая Кучность Паков И По Крайней Мере Здесь Можно Датчики Узнать Посмотреть Какая Там Кучность Паков В конце В общем Реально У меня будет Пехотивец Который Будет Соленово Там Стоять Подсвечивать Ну По крайней Мере Вот Здесь Он Будет Стоять Как Вторая Линия Обороны Чтобы До Этих Не Доходили Так Просто А По Нему Стреляли Постучать В двери Убежать Я Могу Просто Не Убежать Да Я Так И так Не Убегу Инженером Если Что Может Сначала Скан Кинуть Реально Если Кидаю Грянку И Там Люди То Это Все Ну Давай Скан Разведчикам Чтобы Оставить Ход Мы Можем Так Скан Желательно Даже Куда Там Не Надо Сюда Сразу За Дверь Сканер Включен Да Как Сохранясь Загружусь Лучше Скан И Вроде Показывал Даже Траекторию Как Она Будет Попадать Застрял В столбе Просто Застрял В столбе А я Не могу Через Дверь Прокинуть Видимо Все Так Проверю По Клеточкам Надеюсь У меня Батер Просто Кибер Прямо Здесь Что Это Было Я Кстати Раскроется Раньше Чем Я В 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 Открываем 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 Дредноут Сразу С Тайпы Ни Хрена Не Видят Общение Но если я сниму Конечно Эти штуки Скорее всего Увидят И возможно Из-за Этого Источника Энергии То есть По идее У меня снайпы Должны стоять Вот здесь Чтобы Увидеть Я пошла Не работает Блин Как же Не хочется Оставлять Дредноут Без Сапресс То есть В теории Конечно Должен Здесь Уже Находиться Всеми Был Чтобы иметь Возможность Его вот отсюда Уже Сопросить Ну или Отсюда Сопросить Или отсюда Сопросить Блин Подходить Или не Подходить Один ход Я пока Жду Он конечно Может Вылететь Черт Бежать Бежать Сокращать Уже Друзья Да это Жопа Просто Какого Контроля Здесь нет Никакого Контроля Просто Стоял бы Здесь Пати Моя Спокойно Бы Открыл Бы Кинул Багаренко Подсапрессил Пострелял Бо Убил Бо Сейчас Вообще Непонятные Снайпы Не факт Что увидят Если Мы Под Улетают Хорошо Это Шанс Все Извини О Новый Мехтой Ёппер СТ Два Меха Еще Снайпы По-прежнему Не Алло Надо Подходить На Половинку Вот Сюда Снайпов Срочно Просто Срочно Возвращать Поличи Рано Главное Сейчас Просто На пол Хода Не Спалиться Какой Провал Поехали Я Пошел Разве Это Мне К сожалению Не Вернуть Уже Очень Жестко Вылетает Ой Дроид Влетает Время Спурить Дети Выбегают Охренеть У меня есть максимум Один ход Максимум Это вообще Это вообще Жесть И то Не фак Что у меня есть Этот ход На самом деле На самом деле Повыстрел Просто На оверах Получает Без Хитина Хоть Без Без Жилета Слушаюсь Какой До конца Стрима Можно Подольше Можно Прям Основательно Блин А мне снайп Здесь Нужно Потому что Слева Они Могут Не стрелять И возможно Даже Дым Закидывать В этот Хол Видите Этот снайп Не успевает Бегут Уже Иду Реаниматор Готовь Выцеливайся Выполняю Спасибо Большие Драк Да Задрал Он уже Не в первый Раз Время Молиться Если Пойдут На меня Это ГГ Пойдет Все ГГ Это ГГ Боеготовность Фланг Шсар Поддержал Ваш канал На 300 Рублей И сообщает Отправляю Партию Лучей В вожение У Серьез Поддержал Ваш Канал На 100 Рублей И сообщает Мик Подходит К двери И говорит Разведу Да Закрой Ты дверь Сквозит Точно Рокин Надо Бахтин Чтобы Кавер Снимать Блин А может Сначала Разведу Увести Там Два Овера Как Мне Увести Так Чтобы Суга Так Тут Одна Цель Тут Вообще Нет Целей Дмитрий Две Цели Откроется Значит Будет Нормально Сапресс Или Рокеты Сапресс Уходить От Одного Шеда Не будет Тогда Нет Шеда Будет Шеда Тогда Будет Мы Через Приказ Шеда То есть Все-таки Ювелирный Рокет Сапресс От Пулеч На Одного Приказ Шеда Сика Давай Рокет Задача Снять Стенку И Паковать С этих Упырей Хреново Мы Не достаем До Второго Да мы До Обоих Не достаем Охренеть Шедой Достаем Что По Гренке Далеко Гренка Не докинем Гренку Вообще Никак Через Приказ Гренка Докинуть Можно Будем Лима Кидать Гренка Через Приказ А Ты Его Не Увидишь Медик Должен В любом Случа Дом Кидать Блин Кидать Рокет Просто Чтобы Снять Стенку Так Смотрите Два Овер Очер Скорее Всего Они Оба Сумеют Выстрелить Одновременно Соответственно У меня 20% Что Просто Попадут И Шотнут Разведчиком Если Если Я Подсопрешу Одного То На Молниеносных Просто У Этого Мне Нужен Рокет Нужен В любом Случа Рокет Рокет Который Сбивает Стенку Ну Либо Этот Бежит Вперед Но Маловероятно Не Рокет Сбивающий Стенку Тупо Но Как бы Надо Поехали 05 Клетка Эта Стенка Мне Мешает Колоссально У Разведчик Тоже Теперь Ковер Изменился Но Пулич Теперь Может Подсопросить Как мы И Планировали Да Нет Нет Он Не Может Он Сука Не Может Почему Почему О Ядрить Снайпер Причем Видит Уже И Ни Тони Тех Ой Беда Ой Беда Сейчас Начнется Такой Фарш Просто Так Зонер Что у нас Зонер Есть Ироном Приказ Шида Думай 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 Все Побегут Мне нужно Закрывать Мне нужно Закрывать Дымом Этот Кор Никого Не Видит Никого Ни Жа Подборим Нельзя Медиком Закрывать Можно Вот Так Чтобы Еще Пара Слат У нас Осталось По Того Ж Самого Разведчика Но Судя По Сему Развед Будет Рандомить Можем Ли Мы Приказ Сделать Нарокетом Можем Последняя Шида Не факт Что Мне нужно Че Я не могу Ничего Сделать Пулеметчиком Просто Конечно Не двойной Ни в коем Случа 196 73 73 Идрить С этих Сектоидов Конечно Тоже Было Отстрелить Потому что Они Сразу Начнут 87 Давай Нет 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 Это Ж Не Зона Блин Убил Поторопился И Прома Как же Я Лажаю Трындец Че По Дронам Не Начал Стрелять Он Спокойно Одного Второго Снимает Не Стоит Трой Выстав Даже Тратить А Толку Ясно Блин Еще Кислот Конечно Закинуть Но Это Следующих Вот Если Мы Доживем Медика Вернуть Просто Чтобы Там Кстати Бомбардировщик Общий Вид Блин Мне Так Нужно Убить Этого Дроида Потому Что Он Подсвечивает К Да Давай Второй Выстав Лучше Да Как Не Мне Нужно Снайпом Тратить Второй Страв Иначе Дроиды Подсвечивают Ну И Все Сейчас Бежит Развед Там Два Овера Иду Наблюдение Поняла Вас Занимаю Оборону Я Попробую Влево Убежать Потому Что Есть Вероятность Что Меня Типа Кибер Нет Все Меня Увидят Удачи Что Держись Просто Держись Слияние Разумов На мех Бегут Первый Улучшенный Есть Живем Живем Там Конечно Еще Этот Дредноут Так Овер Овер Да Точно Шеда Тут Без Ни Никак Прям По центру Желательно Чтобы Достало Еще По тем Кто Потенциально Там Летает Отлично Бав Сняли Кашиды Накинули Знаю Видит Обязательно Скритом Сейчас Самое Важное Критануть 80 Критами Есть Хорошо Да Но ты Пустой Уже Этот Снайп Ни хрена Не видит Дмитрий Михайлов Видит Ну а толку Там Вообще 10 урона Крит Но Не Надо Бахать Полечим Или Сапресс Сапресс Там есть Медик Не Надо Полечим Прям Урон Наносить Прям Урон Наносить Поэтому Восьмерку Чтоб НДЗ Он Добил Хорошо Соответственно Добиваем Одного С Права Раз Дмитрием Михайловым Что делать Дальше Хотя На самом Стреляем 16 Крита Правда Всего Очень Слабенько Не Грянка Может Лететь С Гат Нельзя Подходить Я Надо Пытаться Рандомить Крит Я понимаю Что Индезон Не Сработает Но По крайней Мере Урон Есть Димка Михайлов Хорош Как Как Шок Лучше Ханки Снайпами Сейчас Лучше Ханкер Делать Я бы Даже Здесь Кем-нибудь Отступил Джом Лим Чтобы Гренко Не Словить Просто Ханкерим Друзья Там Ж Кибер Вличайши Готовим Реаниматоров Двигаюсь К точке Фух Два меха Пробафанных Легли Спокойно Ханкер 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 Даже Без выцеливания Слияние Разума Секротность Секротом Сейчас Должен Дредноут Вылетать У нас Работает Последний Дым На 4 Ты Ну и Где он Блин Наверное Надо Скан Закинуть Или Не Давай Инвиз У нас Жестин Инвиз Подсвечивай Так Смотрим Его нет Его нет Говорили Что он Еще Телепортироваться Умеет Так Давайте Ка Я Наверное Я Само Внимание Сделаем Говорят ТП Разведу К Рядом Надо Отзонить Попытаться Максимальным Что за Чертовщина Кто Рядом Счастливый Ковер Брать Вырежьте Селепортируйся В небо Хорошо Это Второй Босс Дредно Блин Столько Контента Конечно Я Не Жалею Что Смотрим Никого Я бы Разведчиком Даже Отошел Потому Что Там Такая Маневренность Что Я Боюсь Я Тупо Боюсь Тут Полу Укрытие Заряжаюсь Как Размотали Двух Мехов Бафнутых Да И Дред Что Подзавис Движусь На Позицию Да Вижу Сектой Да Отлично Начинаем Работать А Вон Баф Идет Не Не Заган 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 Спокойно Что Можно Ханкерить Вообще Всеми Кроме Кроме Снайпов Что За Чертовщина Сектоид Отлично Хорошо Еще Мутоны Мы только Два Пока Увидели Два Пока Это Это Хорошо Вот он Вот он Вот он Здоровый Хорошо Так Семь Сто Не Можем Снайпы Справа Должны В Открытого Кибер Е Давай Давай по нему бах скритом прошу ну ё-моё закрыли кибер что же ты такая на тебя рассчитывал ой этот видит да давай скритом 28 пофиг главное что у них хит ну короче бонусный урон 55 дырочный дакшин 5 дэвэдж редакшн с гауски простреливаешь какой же он тяжелый кужин тяжелый кужин классный и тяжелый давай дмитрий михайлов еще может он мишу да нужен больше половины пробили хорошо так здесь пробьем 1 и попробуем пробить 2 на самом деле все еще она уверен стоит на уверен я тогда уведу разведчика ну потому что мне не хочется чтобы он флангану все осталось подержаться один ход но он там уже пока цены такой я скорее всего не долетит до нас мы посмотрим еще последний второй босс летит летит нет этот выбегает убегает до вылетает не должен видеть давай давай нападай о о родной ты мой бах без патронов тут делать нечего давай еще на на пулич не достает к сожалению но здесь уже нужно на уверах ловить его и все четыре хита мы должны у него снимать изи вряд ли он с общим видом там короче здесь ханкер и всего грех пойдет там хотим с которым не промахивается на желательно чтобы еще что-то попал смотрим но здесь конечно 2 мих той даст и кто это нет вылетает мне не влетает или вылетать да но он уходит хорошо подходим ближе подсвечиваем для снайпа с левого и видимо снайп видит пустой блин он также от отрегенит все все хпп плохо у меня все под контролем хотел медленно регенится чтобы он остановился в каком-то месте интересного все кто и подходит эти фланги там какие-то сумасшедшие уже нет блин вот надо пытаться подсвечивать как ошибка ошибка а я расслабился еще аут и мэг я не успел убить ой давай 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 родной давай прям надо прям надо вот этого надо щас убить есть минус босс 60 это командир сектуэдов уже м сто восемьдесят восемьдесят шесть безусловно с критом надо командира ба убивать на что у него великое слияние есть но на сколько у нас убита 34 спули на еще 7 человек это не все еще это еще не как база проходит пока без ранений но очень интересно про за такие аркадные штуки тут надо выходить снова дмитрий михайлов что не угадаешь никогда как там попадешь не попадешь убиваем ближнего пробавка с и уходим разведчиком наконец потому что он как обычно короче я все сделал я бы пехотинца на самом деле подвел что он должен принимать вот кто-то должен принимать так это он знаете буду начеку сканирую снайп не может стрелять нормально ладно на один ход они не должны выбирать они меня не видят я должен подготовиться да хорошо а вот дальше это вопрос чуть-чуть подойду хочу подсветить никого не вижу перевожу пехотинцы прям по центру чтобы он прям с а где один этот не может разведчик не мешает и не так что так раз два три 4 5 6 7 не зайдет за я ушел из этого угла со своего по крайней мере у тебя короче мы подходим перезаряжаемся дмитрий михайлов перезарядка прицеливание еще один снайп не знаю может быть даже отсюда он плохо стреляет наверно вот так и подойдут близко я принимаю заряжаемся поличина здесь неважно смотрим как они будут они будут подходить они видели меня такое количество маневренных людей что они должны вот уже сейчас подходить на есть а вот здесь подходит ближе full cover второй аут блин под гренку конечно еще третий нам же ё-моё плохо и 4 здесь же и мех еще выходит твою на левом сейчас дальше не подходит просто не туда надо было естественно кислот кидать и обычную гранату кидать почему они подвел я не знаю там этот может стоять на овере еще еще не поздно через приказ что-то придумать не факт что я отсюда накину гренку мне нужно вот сюда вот кислоту прокинуть в любом случае сюда я понимаю что мне волк одиночка не любопытно как эти скриптом на просмеливать вообще ну то есть надо ранить друзья надо ранить понятно блин поле чудит может подсопросить там мех болен не видит этот видишься 4 не метка метками никаких собрать метка поэтому метка потому и так было правильном порядке сделать кавер снял дел что есть попал по второму хорошо а и мы просветили до 59 но лучше конечно поэтому попробуйте с процентов там михтоид будет забегать мне точно нужны будут час ой молодец сколько там в результате 3 изгоден михтоид один сектоид поэтому стоит бахать отдаваешься ой хороший 8 крита профнула что то есть что а у нас есть у нас проблемы у нас минус ковер каким-то мотором я перевожу пехотинцы но мне нужно сейчас через приказ водитель же это жопа какая-то серьезно серьезно не видишь о ну как 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 гг короче задумление ну как сейчас мех там выходит до свидания ну ты-то попади хотя бы ну так блин сейчас начнется я уже готовлю реаниматор а потому что сделаем я на позиции буду на чеку там здоровыми кто выбегает этот последний получает крит беспокоит он просто выходит и видит им же запрос поставь на овер встань на овер пожалуйста он вообще в другом стрелять нет руки что а видимо густой дым лучше чем о доезжаешь ребята густой дым густой дым сделала защиту выше чем так меха не видишь дым класс я думаю надо что тем пробовать дмитрия михайловым к сожалению потому что тогда я смогу а и у пехотинцев кавер снесся и там овер ой не торопись надо выводить разведчиком на молниеностых триггерить того раненого 4 процента спокойно инжом соответственно мы можем подойти кинуть гренку куда не на тех хотел под огнем этого мы можем за сопрессить а тут делать нечего уже сюда есть стреляем рокетом так приказ еще есть ты стоишь без каверды ясно выхожу шестьдесят четыре шестьдесят четыре охрененно стоят это мы можем под сопрессить и в принципе будет норм только сюда надо будет еще дым так не хотят 38 дым особо не нужен мне мне нужно ушатывать дальних то есть мне реально нужно каким-то макаром ушатывать дальних 55 65 хрена узнает каким макаром ну кроме гренки естественно надо попробуем так чё поделать есть один минус что пополнить боезапас блин не нравится аут будет полноценно стрелять либо поставить просто на овер у него же ваут и больше никого нет да почему под огнем кто под огнем кто под огнем али как он под огнем тут мы возможно анимация забаговала возможно этот запросить меня здесь надо запросить сто процентов подавляю огнем а коцет будет тогда этого хорошо хорошо это хорошо но дело здесь на рывке выбегать из дыма мне не очень нравится тут уже не нужен дым от этого на сопресс может быть тут имеет смысл даже даже подсопросить медиком из дыма вот отсюда то есть стать на они добегают границы писать сюда медиком проверить работает ли ты мог запросить второго ах ты псих ненормальный не видишь дым дым работает но ты не видишь варианты команду с найду да пошли экспертные советы спасибо спасибо ненавижу вас очень дельно как обычно не буду я спросил не советовал то вас таких спрашивальщиков паникует возможно не будет стрелять стреляет 50 процентов связи просто там тяжелый пулемет и снайперская винтовка какого какого сопресси чего после приказа нельзя вообще граната пришли сколько дамага я не хочу гранат тратить последний хрена мне это делать о какая дикая база что-то базы вообще ни разу не повторяются не скучные совсем что каждый раз какая-то дичь сегодня мы с вами увидели нового босса элитового бутона сколько убито 40 человек один сектор и только испулены короче еще где-то два пака у нас возвращаем инжа блин это кайф конечно ну и ситуация была жесткая два этих здесь на всех случаях сделаем так зарядки зарядки циливание пара и зарядить вас понял еще слышим пак мутонов тяжелым пулеметом можно сопрессить после приказа если не двигался нет вроде нельзя сахст уверен насколько я помню нет такого правила ему нужно также полное действие как и снайпу вот он и справа нельзя по подходит кто-то почему много это это не это самое это не сектоит блин это какой-то новый пак где-то здесь рядышком давайте сюда мутоны зеленые мутоны знаете я бы подвел хотя отсюда видишь точность хорошая да я не хочу сейчас на полхода их пулить если честно возможно дмитрий михайлов подвести на я думаю надо хотя бы одного оставить под богом на выбега сейчас овервотч от пехотинца на на 86 крит 4 урода что сейчас могут так хорошо не нормально по крайней мере развед может идти full cover full cover выстрел и выстрел 80 96 хорошо одна цель в общем с метка по ближнему расметка по ближнему 2 не попадаем увы смешать 91 91 скритом пожалуйста сразу же это лидер паком 16 хитов 91 игра 70 попал на ближних наверно отстреливать и которые здорово вот это вот 91 молодец 71 75 лишь поэтому добавить хорошо снайпа одна цель с критом у дмитрия михайлова имеется ввиду то есть двое сзади те кто впереди они покоцаны это нормально у джанга по full cover и сходя из того что он молодец 82 поправка на ветер одной целью меньше назад разведчиками естественно хватит камере вот сюда нет так вот сначала чтобы выйти из инвиза потом зайти чтобы в инвиз чтобы у нас подсветка была в любом случае что прекрасно пехотинца я бы хотел конечно встать нам на оверт вас понял сканирую чтоб не подходили так просто и готовность за в крови закрой окей приказ в никуда не как что я иду от по-прежнему стоит один упырь да это убивать дмитрий михайлов может стрелять поэтому наблюдение отходит новый раненый бои готовность приспособленец по нему мы ставим метку там чудо сна и послевок повышает вы получает повышение пулей а у максимально ли не стал это первый пулей с максимальной точности 80 или с максимальным уровнем блин там остальные же будет убегать я не хочу под овер и пробегать выбегает новый 32 живем я в порядке еще один он совсем потерялся товарищ должны пробить там два сна и папе могу не видеть второго просто одним не вижу же этот фланг но вижу пехотинцы по крайней мере хорошо на это тоже не видит ладно давай пехотинцем пару раз это кстати последним утон из пакова в любом случае убегать будет меня 76 крита хорош сто процентов добиваем так с этим паком разобрались но остался последний сам командирский там один секторит правда вы помните я бы же подвел пехотинцы сюда есть выдвигаюсь снайпов тоже поближе выступали для всех остальных нужно постепенно подводить не факт конечно запак будет все кто отщебечет прям по курсу но на командирского пока скорее все стоит возможно датчик движения последний из нас может даже сканчик прокинуть поехали я не вижу поблизости вообще никого ходим сюда дальше вижу только сектоидом пройдут сюда посмотрю там как командирский рядом не рядом нет не рядом можно сокращать можно сокращать выполняю а теперь понять какой позиции то есть я наверно попробую все таких выманить и нравится мне идея с с переводом там всех снайпов куда-то слушаюсь возможно добивай темы кто может докачаться да и капна в полубой ты можешь забыть ты не кап тем тоже нужен этот и не дают статы за миссии даже после максимальных званий просто советчик черный уничать отключен он и чем не отключен короче я не знаю как здесь быть наверно стоит прокинуть я хочу поближе на гренах и получила очень не обязательно так близко просто полных укрытий нет попробуем закинуть скан почему-то отсюда видим туда на сектоида и на ну то есть он должен был отступать в сторону командирского пака теоретически никого не вижу охренеть как быть как обычно делать вижу сектором он мелькнул тут пушка его приказ понял сокращаем есть еще один скан конечно нужно сначала бить сектоида потом послушать где шум только так я смогу более-менее нормально кинуть последний скан ооо либо это сектоид перешел лет нет это сектоид перешел смотрим как как с какое место он виден отсюда вот он виден но пакт звучал не гости ранее правильно хорошо и вам сектоидом красиво и и теперь если они справа возможно надо скан просто вниз кинуть я хочу я хочу сократить всеми сократить и снайфов на право увести то есть там скорее все последний по командирскому ну 47 человек а можно хорошо с правой стороны пострелять единственное что надо сначала разведчиком проверить это все дело не смогу ли я туда а в идеале конечно подсветить да они внизу просто они просто внизу командирский пак внизу пытаемся сместиться направо никого не пуля приятно ходим поближе дело спешу погодим желательно кинуть скан таким образом чтобы снайпы уже стояли на позиции и у нас были была возможность издалека прострелить их блин я тороплюсь конечно базам почти два часа заняла ну еще как бы не до конца мы ее прошли еще не факт что пройдем без ранений меняю магазин в первую очередь нужно проверить разведчик мы сможем ему вправо уйти низ пулев пока и разместиться на ну вот на этих штуках . уже хорошо потому что мы можем пробежать сюда уже хорошо хорошо все идут все идут туда координаты получены мы идем четко по следам хватит ну выберись на такой тяжелый мчусь наверх пока не забираемся идем по следам командирский пак может быть очень опасно потому что просто и ауты и командиры и может быть кто-нибудь жирный типа меха секторе слышу я понял что задача разведчиком каким-то макаром я не знаю каким я уже не могу так сделать надо проверяем уголочек просто мне нужно забираться сюда вот этот угол оккупировать пытаться зайти наверх и разместиться на этих ясно вас понял выхожу как бы найти там поле кавер блин чтобы разведчик смог там внизу есть насколько я помню вот это вот типа фулкавер да нет ни пукавер вообще не имеются не вижу рискуем хорошо все вот здесь размещаемся снайпами есть еду пока снайпа сюда критично здесь стоять спешу туда снайперу дам пулечи криво стоит блин сюда опасно уже подходить так и себя пулечи дарил хорошим надо к углу дойти вот вот сюда вот вот сюда вот пробуем выцелиться возможно возможно что-то же будем скан прокидывать они внизу что там за звук не давайте проверю еще эту клетку хорошо все ушел просто отсюда точно будет снайп стрелять и иду и вот отсюда вероятнее всего снайпы самые критичные позиции потому что они могут работать только свой полный ход сейчас скорее всего мы закидываем уже скан для того чтобы первыми сделать выстрел по опасному но и оценить ситуацию в конце концов они были внизу шумели где-то вот в этом районе закидываем чуть выше чтобы он просветил и не уперся есть видели кто где внизу аут и командир снайпы не видит пулич видит что странно мне снайпы видят на самом деле ох ну что ж а еще два аута наверху я сначала с этого начну с командира сектоидов это не командир сектор это был аут они пуляться четверо на на крыше триндец двойной выстрел 81 74 81 поехали они до меня пока не доходят стом евро подчеркивание поддержал ваш канал на 3 рублей сообщает михаил здравствуйте я тут подумал и нечего не придумал я старался спасибо за старание тебе и к сожалению дмитрий михайлов не видит улич видит и у него раньше такой штаны папа поэтому может хорошо 3 изгоя осталось так ну я бы конечно попробовал подойти пехотинцам сюда задача ясна но верес попробовал принять этим ни в коем случае не подходить сюда закинуть последний дым руки довести поближе тоже исходя из той же логики разве это у нас побежит лучше влево куда-нибудь чтобы их подсвечивать потом подводим сюда медика закидываем последний дым на тех кого они теоретически могут увидеть у меня еще один инженер бесхозный который кидал скан его не видно но в следующий ход он может там кинуть какой-нибудь наблюдение какой-нибудь гренку там химической обычно есть стану не словить так побежал не видим не видим хорошо 2 там же отлично не прям под снайпов стали ах наверх спинка кстати у этого отлично прекрасно видите чем смысл этого скана блин последний он хорош ты что добыл мув что ли не добыл мув этого не видим мы видим только этого стреляем делай метку нормально сейчас должны даже в один ход я думаю их разоплотнить пулич стреляет такая дистанция конечно конскую пулича и нас один снайп 2 цели снайп 1 цель с нее тогда ну спинка видите какая красивая бах не добил но надеюсь на дмитрий михайлов он пробует он нижнего не видит нижнего другой снайп видит но подход с кожи с 4 но без карта мы не убиваем хорошо так что насчет пехотинца может быть мы просто его как-нибудь да давай сюда иду а там джан должна ушатывать просто изи ну по точность по крайней мере ребята взяли пятую базу без ранений вообще 54 человека убита да были огромное количество ресурсов огромное они еще в этом месяце ставят база минус 50 веса у меня были некоторые сомнения но вы их рассеяли и вот он пулич я не знаю что ему делать то есть либо хаос либо крепкое здоровье потому что он как бы то пер крепкая даст ему еще ненужную мобильность хорошую меткость и плотность что самое главное ну хаос это массовый сапресс так но здесь у нас инж с глубокими карманами прекрасно прокачались а это медик который у нас реаниматор меня там и лучшего хочу ну и гиперного волновой маяк трупы 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 обломки обломки стойлерия 160 сплавов с бонусом потому что металлургия есть игра пришельцев 130 наносплавов пища стасис камеры источники энергии ё-моё и освобожденный регион продаем сразу пробитые источники энергии и игру за 250 баксов я богат 380 а снимательный прочитать это типа два урона мне казалось что это все-таки массовый сапресс хаос 2 урона для рокетов там до снайперов но хаос увеличивает урон на 2 при подавлении также увеличивает урон всех рпг фугасный гранат неконтактных мин для оружия сервера литпп то вспышка и через на 12 а опасный зонда весом раз тогда скорее все крепкое здоровье надо брать и по точнее будем учитывая двойной выстрел дебафы и хп сильно добавится поэтому поехали 86 до меткости хорошо подросла с хаосом ты будешь ауе накладываешь иду с апрессом вот я об этом и говорил ладно нет так нет больно так ладно что у нас еще у нас еще миссия экзальта типа должна быть скором три часа уже сканить можно самом деле система энергии сейчас новый тир трендец у меня ресурсы только-только появились этого этого все равно не хватает можно назначить снайпа мне для вот этого на 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 хрени и о привет так что у нас по миру кстати ситуация какая две страны выше вышли аргентину мы сдали сегодня или на ресурсы смотрим 19 19 блин штурм база может прилететь еще есть один ключ мы в этом месяце можем спасти еще одну страну ну то же самое аргентину отвоевать сразу же ну что бонус бонус был даже могу запустить прям сейчас спутник 23 октября и успеваю топовый отряд с фатигой выбраться там 3-4 дня топовые вообще это медик ушел из-за того что он тут есть замена для медика два дня 7 часов пехотинец с выборочным прицеливанием 7 часов так короче давайте через три часа экзальт сканем источник энергии вот элериевый генератор улучшенный дугомет слежение за и нло ну короче что-то дофига будет лири вы генератор вырабатывает 35 ненез энергии используйте вкладку дальше нуклеоника можем разрабатывать технологию улучшенного сбора элери основана на нашем базовом понимании источник для увеличения эффекта сбора ну короче еще один great инвестиционный влитейки слежение за нло вражеских перехватчиков короче попадание до 2 попадания изучения на обнаружение перехватчиками нло а нет наш уровень изучения позволить нам лучше привык таки можно что не смогут и отслеживать но на дальней дистанции слежение за и нло я не помню этот апгрейд но дугометом до 57 поднимает и увеличит увеличить количество и так импульсные лазеры передовая силовая броня или плазменное оружие уже нужны легкие плазмеры были на 5 захват опять захват пульс делается очень быстро прибыстро нужен ли он сразу передовую силовую броню бахнуть этот последний тир брони это у нас там титан импульсный лазер ну высоко точно еще импульсные что импульс не то мне кажется 6 крита добавляют просто да ну на стандартное увеличение увеличением урона мне кажется шестерку или восьмерку крита добавляют по всем пушкам а после улучшенной пульси дадут горит на авиалазер это хорошая хорошая тема короче импульсные лазеры пошли скоро сколько у нас стоит или его генератор такой вопрос 60 лире 60 сплава но если строит а где-нибудь вот внизу в стаке я хотел бы сначала мастерские поделать на появившиеся деньги потому что ну надо если этот генератор снесу то возможно мне не хватит денег мы сразу или вы пиндюрить вот здесь пока мне запас по ресурсам ну потому что я вот это хочу сносить 400 баксов где взять 400 баксов а может рано может все таки а у нас текущий элитный мутон операционный операционный так и не не хватило короче их продаем в общем еще продаем стать из камеры и операционный продаем 500 баксов появилась неожиданно так в литейке что в литейке охренеть сохранение боеприпаса бронированные перехватчики все сплавы идут пистолеты железобетонные рейн или ближний сервопривод улучшенная броня тактической элитки не хватает ускорители бронебойные слежение за но более на глаза разбегается то есть меня денег и на самом деле на 1 2 проекта а тут дофига всего наверно все-таки генератор для того чтобы быстрее сделать генератор хорошо с тепловыми будет работать но это экономия пространства на самом деле что обычные там сколько не по двенашки 35 это 24 35 таки еще хорошо будет вы запас зачем боезапас боезапасом как раз не особо нужен мне желательно бы сделать один ключ заранее а я еще помните делал этот нейро хрень для снайпов нейро прицел закажем можно вну 4 поддержал ваш канал на 5 тысяч рублей на или где бы обменять то это все внучок спасибо за жирный донат блин мне такое с меня смешанные чувства на самом деле вроде деньги появились вроде сейчас вот два клика их нет опять два клика их нет спутниковые моды или будешь сбивать пока нет может узел сделать реально сэкономить как у меня тут последний спутниковые скорее даже мастерскую потом здесь сломаю и поставлю узел и буду реорганизовывать имея узел что лучше здесь так сделать нас носить лабы и сделал там три-четыре мастерские чем импульсный 5 неприятно конечно сейчас надо экзальт еще просканить потому что на же штурмаж вернулся экзальт в этом месяце станет 100 баксов в мексике ячейка сразу что их нельзя ни в коем случае пропускать управляем агентами пожалуйста 23 октября сейчас активность конечно будет по минимуму у них скорее всего потому что банально ресурсов нет покрытие у нас очень классное и в этом месяце мы можем еще запустить ну во первых можем базу отбить я повторюсь наверное нужно запускать в аргентину отбивать и убедиться при этом что в южной америке у нас нормальное количество кораблей хрена с два потому что на этот полетят людям надо запускать еще один спутник отвоевывать аргентину заказывать наверное еще один ключ спутниковый модуль сильная защита играет у нас так есть тебя ключ по переправить да есть но лучше перепроверить до последний ключ два кристалла изгоя захватывать поехали в аргентину а что на карте между показательной паники дохода региона а это уровень защищенности то есть насколько вероятно что там будет какая-то активность и какая она заделался еще один спутник но без узла и не могу запустить но даст доделается модуль и мы сможем еще два спутника запустить правда остается всего три страны вот спутниковый узел сделаем уже можем реорганизовывать пару спутниковых узлов если как-нибудь как-нибудь да но идет точно правильно делаю что сейчас начинаю генераторы ушатывать и добавляет наконец-то мастерских возможно это надо было делать раньше потому что потому что ресурсы крайне ограничены все денег нет куда что заказал очень ясно они соответственно будут штурмовать мне южную америку я бы отправил сюда еще хотя бы какой-то прихватчик из регионы где чуть лучше все потому что у них активности будет мало но вся активность будет именно там а еще миссия совета не было по ей и у меня есть топовые состав вообще easy тут набирается только сайпов не хватает но и спси можно снайперов вытащить будет там трое сны попси тренировки ну таких неплохих раненых четверо осталось причем один вернется и наш через 20 часов ей может быть имеет смысл в литейке дугомет и апность чтобы было проще захват не такой дорогой грей дугомет и есть инженеры есть есть потребность захват все готовы новые перехватчики я еще там две лазерные пушки делаю так запрос забиваем но 4 октября экзальт у нас будет скором все тестирование успех дыча одычит у нас снайпер между прочим дыча это у нас снайпер это хорошо значит нейронку и он снайпер 92 за два уровня за три уровня до лавы лапа за два уровня ладно 92 хорошо вот такой топовый тоже веришься пульс нужен я уверен что мне твои советы не нужны писали так кого бы закинуть еще все наверное все-таки снайпов учитывая то что мы делаем нейро хрень потихонечку даем к ты бесятся так 24 слушать а может слетать тогда на секретной операции на 2 бы а я не смогу я там пока спутник выйдет на орбиту он одновременно выйдет с этим сообщение совета будет следом три дня проверил тяжелый пуль лишь может сопрессить после приказа если не двигался не делать в этом спасибо большое сах 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 83 а вот и сообщение советовета разуме рожжу на экран сопровождение снижение паники стоп это какая-то квестовая миссия тоже из франции напали на политика политик да это два здания и коридор франция 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 то вообще все хорошо будет еще лучше у нас есть отряд хороший там пару пехотинцев брать надо она на овере проходится пулеч и рокеты все есть конечно хотелось бы да это крыш так хорошо нейро хрень мы так и не сделали до 4 дня пульс 4 я слушать мы сегодня никого не потеряли штурманули база выполнили несколько миссий не захватывали правду никого на мемориале по-прежнему настижда гладь вкладываемся психа вкладываемся еще в этих генных блин в 1 но уже вложились там ведь пехотинцы пехотинец норм так этим надо до 3к до качаться чтобы была замена вот этим замечательным медикам а то не на шесть дней уходит после миссии всем да 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 скорее сюда да да может даже танчик возьму нас танчик есть даже два танчика каши и валеры ладно друзья сегодня на сегодня все так а снайпер может сделать третий выстрел против показа если спору двойной выстрел да ладно да нет не может не может она проверять короче все друзья спасибо вам за то что смотрели спасибо за то что болели давайте быстренько проведем на самом деле очень мало ну и сегодня коротенько трансляция была из-за того что начали поздно и и после мкл а ну и плюс база конечно много заняла мы с вами до исследовали и лирий открыли собственно новые новые штуки правильно сделали что штурманули базу куда раздеваться правильно сделали что отдали еще одну базу потому что они потратили опять 50 ресурсов на постройку новой базы которым им скорее если в этом месте с вами отобьем выполнили сегодня жестенькую миссию зальтовскую там получили ранение у инжа на самое главное что вырулили вырулили была севший маленькая на ложка незабываем которая казалась маршруткой и это был просто от от на земле по мелочи был сбитый истребитель ну там все все было все было понятно и в общем глобальная задача какая мы сейчас выполняем миссию экзальтовской ой смысле этого совета террора в этом месяце уже не будет у них нет ресурсов и стараемся в этом месяце выполнить две ключевые миссии это экзальт и штурм базы в аргентине по экзальту осталось совсем немного стран видите справа уже все исключены все восемь стран здесь исключены 4 после выполнения следующей миссии останется всего три страны достаточно выполнить две миссии экзальта и можно штурмовать уже их базы и заканчивать собственно все вот это вот их активность то есть это скорее всего в но через месяц будет штурм базы экзальт как раз две операции приблизительно в месяц 23 вот мы его коты борются вот естественно увидели щаде пустоада две черные кошки шипят играют приоритетнее экзальт чем база то есть если если у нас будет выбор по бойцам то конечно сначала закрываем экзальт потом уже летим на базу все в остальном все вроде бы ровно потихонечку исследуем потихонечку перестраиваем получаем ресурсы тут же их блин тратим ранений новых практически сегодня не получили что все нормально да и по кораблям заказали новый кораблик заказали еще две лазерные пушки потому что у них уже точность повысилась ощутимо и мне скорее всего придется пару грейдов литейном цеху сделать на перехватчике посмотрим ладно спасибо друзья за то что смотрели спасибо за то что болели увидимся с вами завтра скорее всего даже не вечерком учитывая то что суббота я в первой половине дошлю дошли там по заявкам и и все и буду относительно свободен так что приходите днем ориентировочно в обед и у нас будет скорее всего традиционная затяжная трансляция потому что осталось всего недели до кончания челленджа а тут еще только до плазмы дошли ладно все и так много флужу целую обнимаю до завтра пока так если вы не разошли сейчас кота поймают мелкого еще одно будет кота пауза вот тащи тащи эту зверюг дикую дикую камеру тыкой красавица какая класс